Должны нести за это. Центр диагностики и телемедицины в лице учебного центра – это состоявшаяся образовательная организация с оставшими уже традиционным подходом к учебному процессу. Наша цель не только предоставление теоретического материала, но и дальнейшее использование его в практической деятельности. Это возможно благодаря привлечению к образовательной деятельности ведущих экспертов в своих областях. Мы предоставляем образовательные программы для врачей-рентгенологов, врачей литературно-зуковой диагностики, которые охватывают практически все актуальные аспекты профессиональной деятельности, врачей функциональной диагностики, радиологов, организаторов здравоохранения, рентгенолаборантов, а также врачей клинических специальностей, в работе которых лучевая диагностика играет важную роль. Все наши курсы аккредитованы в системе непрерывного медицинского образования, а информация о них доступна в нашем каталоге на сайте учебного центра. В каталоге наших курсов каждый может найти удобный формат обучения. Это могут быть заочные курсы. В нашем каталоге они обозначены как стандарт, когда вы учитесь в удобное вам время, которое абсолютно никак не регламентировано. Это могут быть очные курсы. В нашем каталоге они обозначены как ПРО. В данных курсах, помимо теоретических лекций, добавляются онлайн-семинары, добавляются разборы домашних заданий. Конечно же, это занятия на фантомах, которые особенно актуальны для врачей ультразвуковой диагностики. И, естественно, коллекция наших вебинаров, которая находится абсолютно в свободном доступе, уже более 500 вебинаров. Мы постоянно развиваемся, разрабатываем и запускаем новые курсы. Не так давно запустили курс по МРТ коленного сустава для врачей, долгожданный. Курс по рентгенографии верхней конечности для рентгенолаборантов. Летом планируем запускать курсы по височно-нижнечелюстному суставу, курсы по лучевой диагностике заболеваний головы и шеи. И, конечно же, мы постоянно актуализируем ставшие уже классикой наши курсы, добавляем новые форматы обучения со слушателями, онлайн-семинары, разборы домашнего задания с преподавателями. И, конечно же, обновляем и актуализируем имеющийся селекционный материал. Одним из приоритетных направлений развития образовательной деятельности учебного центра является развитие рентгенолабораторного дела. Рентген-лаборанты, не побоюсь этого слова, это основа лучевой диагностики, ведь именно от их профессионализма и качества работы зависит итоговый результат. Особенно это важно в новой парадигме развития рентгенологии, ведь все чаще врачи-рентгенологи находятся на удалении от места проведения исследований. Мы начинаем целый цикл новых курсов для рентген-лаборантов, и в этом году вас ждет не одна новинка. Мы ждем ваших пожеланий и предложений, чтобы наша работа принесла как можно больше пользы для вас. Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Приглашаем вас на очередной диагностический саммит, который состоится с 4 по 6 октября 2023 года. Он уже традиционно состоится в Крокус-экспо-центре. Вас ждет очень интересная содержательная программа. Вас ждут 12 тысяч квадратных метров экспозиционной площадки. Вас ждут интересные встречи. Вас ждут друзья. Вас ждут коллеги. Приходите. Будет очень интересно, профессиональное содержание. Продолжение следует... Добрый день, друзья. Меня зовут Самитова Полина. Я врач-рентгенолог экспертного отдела учебного центра. И я рада встретиться с вами здесь, на восьмом форуме онлайн-диагностика 3.0. Сегодня мы поговорим о такой важной теме, как безопасность в отделении лучевой диагностики. И если эта тема особенно актуальна для вас, то прямо сейчас я попрошу отправить любую реакцию или смайлик в наш чат. Ну а пока я с удовольствием представлю вам наших лекторов. Это Кузьмина Виктория, рентген-лаборант высшей категории, эксперт референс-центра, центра диагностики и телемедицины. И Мюсрок Пагасян, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии реанимации и операционного блока клиники Хадаса Медикал Москва. Коллеги, я вижу, что у нас есть обратная связь в чате. Эта тема действительно актуальна. Я благодарю вас за эту обратную связь. Поэтому, Виктория Викторовна, я передаю вам слово. Добрый день, коллеги. Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. Многие из вас, пробегая мимо рентген-лаборанта компьютерной томографии, обращали, наверное, внимание, что в какой-то момент сотрудник не реагирует ни на ваши вопросы, шутки, буквально впился глазами в мониторы и пациента. И будьте уверены, это как раз момент введения контрастного препарата. Почему так происходит, да? Почему такое напряжение у рентген-лаборанта? Давайте разбираться. Любой рентген-лаборант, конечно же, хочет, чтобы и пациент, и врач-рентгенолог остались довольны его работой. Так вот, в момент болюсного контрастирования самым ключевым и решающим моментом является момент введения контрастного препарата. Получается, либо мы попадаем в фазу, и все прекрасно, все довольны, либо что-то пошло не так, и, как правило, нам придется, скорее всего, переделывать исследование, потому что не всегда врач-рентгенолог может описать частичное контрастирование, как, например, при ангиографии. А у пациента, скорее всего, произошла экстравазация, и уж он точно недоволен. Я желаю, чтобы все ваши исследования всегда получались и разрешались в положительную сторону. Что для этого нужно делать? Давайте поговорим об этом. Итак, экстравазация. Экстравазация – это процесс случайного попадания лекарственных препаратов в окружающие ткани в месте сосудистого доступа. Выглядит этот процесс примерно таким образом. Та порция контраста, которая предназначается для внутривенного введения, выходит за пределы сосудистого русла и распространяется в мягкие ткани окружающие. Для отделения лучевой диагностики эта проблема актуальная. Особенно в компьютерной томографии, когда контрастный препарат вводится с помощью автоматического болезненного инжектора под высоким давлением, с высокой скоростью. В рентген-кабинетах вводится контрастный препарат, как правило, вручную, от шприца, но, тем не менее, тоже такие случаи случаются. В МРТ как ручным способом, так и с помощью автоматического инжектора происходит введение контрастного препарата в зависимости от методики. Далее. Позвольте. Дорогие слушатели, рентген-лаборанты, я вижу, как много вас сейчас в чате, поэтому ответьте, пожалуйста, сейчас на вопрос, как часто вы сталкивались с экстравазацией в своем отделении? А мы, тем не менее, с вами пока поговорим о механизмах экстравазации, потихонечку подойдем тоже к ответу на этот вопрос. Итак, уже на этапе постановки кубитального внутривенного катетера при определенных ошибках технических процедурной медицинской сестры катетер может оказаться вне просвета, то есть вне просветной дислокации кончика катетера. На примере под номером 1 мы видим преждевременное удаление иглы проводника, когда катетер еще не в вене, а только игла, и, собственно, на этом закончена катетеризация. Под номером 2 мы видим повторное продвижение катетера иглы переходника, который, собственно, несколько раз медсестра пыталась завести иглу, и тем самым перфорировала катетер. И третья ошибка – это максимальное проведение катетера или, другими словами, прокол вены. Далее, даже если несколько миллиметров катетера попало все-таки в вену, завели катетер, но немного, этого тоже недостаточно, и большой риск того, что экстравазация все-таки случится при введении контрастного препарата под давлением. Поэтому очень важно катетер завести в вену максимально глубоко, и не только зафиксировать его изнутри, но и снаружи мы фиксируем также пластырем. Далее. При перфорации иглой-проводником катетера, даже если он попал все-таки в вену, все равно возможен риск выхода катетера из вены. Почему? Потому что перфорация данной может привести, при введении контрастного препарата, к поломке кончика катетера. То же самое касается пациентов, у которых долго стоит катетер. Например, это пациенты стационара. И если к тому же еще катетер стоит в области сгиба, например, локсевого чаще всего, пациент вынужден кушать, чистить зубы, одеваться и так далее. И за счет вот этого залома, образуется залом, сгиб, во время введения контраста, особенно под давлением, с помощью болезненного инжектора, может произойти тоже поломка катетера. Итак, Полина, что ответили наши телезрители? Коллеги, я благодарю вас всех за ответ. На самом деле, ответов поступило много, от одного раза за шесть месяцев до двух-трех раз за три месяца. И один ответ достаточно такой с ноткой грусти, на МРТ, увы, регулярно, так как у пациентов проблемы с венами после химиотерапии. Виктория, я предлагаю обсудить этот момент прямо сейчас. Да, мы продолжим, и тут как бы миф этот развеется все-таки. Кроме того, при введении контрастных препаратов может случиться разрыв самого сосуда. Происходит это, как правило, из-за нескольких причин. Как из-за особенностей организма пациента, так и по техническим причинам. Таким, как, например, высокая скорость контрастирования и так далее. Бывает, случается комбинированный механизм экстравазации, когда срабатывают сразу несколько причин. Не будем на них останавливаться. Перейдем к факторам риска экстравазации и проговорим на каждый фактор профилактические меры. Итак, прежде чем мы начинаем принимать пациента, укладывать в томограф на такие исследования, обязательно нужно взять с пациента с информированной добровольной согласия, где либо прописано, либо вами четко оговорено, какие осложнения могут возникнуть у пациента в связи с нашим исследованием. Экстравазация это в том числе. Чтобы пациент понимал, что это, собственно, может случиться, и с ним тоже, лучше заблаговременно это все с ним проговорить. Далее. Конечно же, очень важно, какой катетер установили пациенту. У разных фирм-производителей они разные по свойствам. Важно, чтобы катетер при поиске вены был маневренный, а при проколе вены был жестким. Тут, естественно, у всех фирм они немножко по этим свойствам тоже отличаются. Далее. Конечно же, важно, какой диаметр катетера. Они по цвету различаются. Диаметр катетера выбирается, исходя из методики контрастирования и также скорости введения контрастного препарата. С какой скоростью мы будем вводить. Далее. Очень важно состояние вен пациента. Не всегда мы можем позволить себе установить пациенту тот катетер, который необходим. Поэтому мы иногда вынуждены отойти от этого правила и по согласованию с врачом-рентгенологом установить катетер меньшего диаметра. Далее. Такой фактор, как диаметр вены. Конечно же, мы стараемся выбирать крупные сосуды. Чем мельче вена, тем больше риск экстравазации. Далее. Расположение сосуда тоже имеет значение. Мы стараемся отходить от вен, которые располагаются на сгибе. То есть, как правило, это локтевая вена. То есть спускаемся чуть ниже, как правило, на предплечье. Далее. Не должно быть какой-то тугой, стесняющей одежды, которая тоже мешает кровотоку. Ту руку или конечность, которую мы закатетеризировали, мы стараемся ее обездвижить. То есть желательно, если установка катетера будет происходить непосредственно на томографе, когда пациент уже разделся, уложен правильно, и можно выпрямить руку, обездвижить и расположить его уже так, чтобы не было никаких лишних движений. Далее. Время постановки катетера. Мы с вами говорили, что пациенты стационара могут с катетером ходить несколько дней. Желательно, конечно же, особенно для болюсных инъекций, чтобы катетер был установлен непосредственно перед исследованием. Далее. Одной из фирм-производителей болюсных инжекторов был проведен тест нескольких катетеров разных фирм и диаметров, и размеров с помощью введения различных препаратов. И вы можете наблюдать такую картину, что каждый катетер, в зависимости от различного препарата и его концентрации, выдерживает максимально разные скорости. Вот, например, физраствор натрий-хлор 0,9% выдерживает, скорость 6,1 мл в секунду, если мы рассматриваем 22G-катетер голубого цвета. Амнипак 350-й, максимально допустимая скорость введения 3 мл в секунду. Опять-таки, это были использованы определенные фирмы катетеров, поэтому нельзя брать за основу эту таблицу. Это как просто для сравнения вам. Далее, на мое усмотрение, как бы в компьютерной томографии более часто встречаются моменты экстравазации. Почему? Во-первых, объем вводимого контрастного препарата, как правило, больше. Больше пяти раз, чем в МРТ, более два раза, чем при рентгенографии обычной. Далее, вязкость йод-содержащих контрастных препаратов больше, чем к долине содержащих в разы. Скорость введения, как правило, на КТ гораздо больше, хотя, конечно, на МРТ тоже есть исследования, где нужна большая скорость, но это гораздо реже происходит. У болюсных инжекторов, если вы наблюдали, может быть, у многих настроены такие протоколы, когда вводится пробная порция физраствора, это тоже очень интересно, удобная функция. Я считаю, что это как профилактическую меру нужно использовать. Почему? Потому что, когда мы вводим непосредственно контрастные препараты, исследуем методики исследования, например, на КТ или МРТ, мы находимся с вами в пультовой. Пациент находится в кабинете, да, и мы наблюдаем за пациентом и ориентируемся буквально визуально. Не находимся, так сказать, рядом, где можем руку положить и понять, что там с веной происходит. Так вот, по поводу пробной порции мы можем выставить такой режим, когда вводим пробную порцию физраствора с той же скоростью, что и планируемый контрастный препарат. Находясь при этом рядом с пациентом, мы можем руку положить на вену и, так сказать, почувствовать, проходим катетер, проходим и вены, все ли там хорошо и так далее. В большинстве случаев, если на этом этапе все у нас хорошо, значит, собственно, установка катетера произошла успешно. Далее, возвращаясь в пультовую и проводя методику контрастирования, вы уже как бы запускаете основной протокол. Зеленым цветом выделены параметры введения именно контрастного препарата. Вот в данном случае планируется ввести 80 мл контрастного препарата со скоростью 3,5 мл в секунду. И буквально для теста нам достаточно 10-15 мл, чтобы понять, хорошо ли установлен катетер. Еще очень часто задают вопрос, а можно ли вводить контрастный препарат в центральный венозный катетер и в порт-системы? Так вот, если фирма-производитель пишет, что можно, значит, спокойно вводите. На слайде представлен фрагмент памятки для пациента к порт-системе, где конкретно написано, что, пожалуйста, вы можете использовать данную систему для диагностики в компьютерной томографии и вводить контрастные препараты под высоким давлением. Кроме того, для порт-системы единственное, нужны будут специальные иглы, это как бы дополнительно расходный материал. Далее, следующие факторы. Осмолярность и объем. Чем больше объем, чем выше осмолярность контрастного препарата, тем выше риск развития экстравазации. Чем более вязкий контраст, тем сложнее его ввести, тем выше риск экстравазации. Для этих случаев нам необходимо с вами перед использованием контрастного препарата его подогреть. Для этого есть прекрасные термостаты, в которые вы можете расположить несколько флаконов. Туда вмещается, как правило, небольшое количество флаконов. Там поддерживается все время постоянной температурой. И, собственно, в работе, перед тем, как зарядить болюсный инжектор, вы берете флакон из этого термостата, заряжаете его в шприц-колбу, а далее на шприц-колбу одеваете специальное устройство для подогрева колбы. Лаборанты называют это устройство грелкой, но оно рассчитано не для подогрева контраста, а для поддержания той температуры, с которой вы залили его в шприц-колбу. Далее, если мы вернемся с вами к таблице допустимых скоростей введения контрастных препаратов, то заметим такую небольшую закономерность, что чем выше концентрация препарата, тем ниже допустимая скорость введения в один и тот же катетер. Вот, например, на данном слайде представлено, что Omnipak 300 и 350 допустимая скорость введения отличается на 1,5 единицы. То есть, чем выше контрастность, плотность, простите, тем меньше скорость введения мы должны установить. Также хочу заметить, что в один и тот же катетер, например, Apteria 350 и Omnipak 350, мы можем вводить с допустимой разной скоростью. Она отличается тоже на 0,5, но все же разница есть. Замечено, что пожилые люди старше 60 лет больше подвержены экстравазации, а также пациенты с хрупкими сосудами, со склерозированными сосудами. Конечно же, пациенты онкологические и в том числе после химиотерапии особенно, да, это те пациенты, у которых, собирая анамнез еще до исследования, мы понимаем уже, что риск экстравазации велик, и мы должны что-то с этим делать. То есть мы не просто так перечисляем все эти пункты и риски, а мы это делаем для того, чтобы принять какие-то меры. Конечно же, пациенты, которые не могут нам сказать о том, что они чувствуют боль в руке, риск экстравазации выше. Пациент не может нам сигнализировать. Далее, пациенты, которые двигаются спонтанно, и они тоже повышают этот риск. Почему? Потому что провоцируют выход катетера из сосудистого русла. Теперь перейдем с вами к помощи при экстравазации. Как, в принципе, обнаружить экстравазацию? Как мы, находясь в пультовой, понимаем, что экстравазация вот сейчас произошла в моменте? Мы сказали, что чем больше объем экстравазации, тем больше осложнений. Первое, кто нам может просигнализировать, это как раз-таки пациент. Перед исследованием, перед тем, как нам выйти в пультовую, мы обязательно пациента предупреждаем, что в норме вот такие ощущения, но если вы почувствовали боль и непосредственно в области постановки катетера, и желательно прям непосредственно пациенту в эту область пальчиком нажать, чтобы он почувствовал, потому что он не видит свою руку с катетером, как правило, а просто вас слушает. То есть, чтобы тактильно он тоже понимал, где ему ждать эти ощущения. Поэтому мы обязательно в пультовой, на аппарате включаем микрофон, для того, чтобы все время иметь связь с пациентом обратную. Пациент нам может просигнализировать, что ой-ой-ой, больно, и мы в этот момент, конечно же, останавливаем инжектор. Далее. У самого инжектора есть такая защитная функция, которая представлена у нас графиком кривой с низкими пиками. И как только экстравазация произошла, появляется сопротивление, и инжектор считывает как бы это сопротивление и давление, и вверх растет кривая. То есть рентген-лаборант, участвуя как бы в этом процессе, всегда наблюдает за этой кривой. Если она с низкими пиками, все нормально, как бы нет повода для беспокойства. Как только вот вы видите на видео, да, кривая стала расти, то что-то пошло опять-таки не так, и скорее всего это экстравазация. В этот момент, как правило, достигая определенно заданных параметров, болезнный инжектор останавливается сам и при этом издает продзительные звуки. То есть вы их точно услышите и поймете, что что-то тут не так. То есть инфузии далее невозможно. Кроме этого, если мы с вами установили триггер и ждем, собственно, контраст, когда там появится для того, чтобы программа наша запустилась, и он, контраст там не появляется, да, то есть это тоже сигнал, что что-то идет у нас с вами не так, контраста нет, значит, все-таки это, наверное, экстравазация. Далее. Может случиться так, что триггер тоже сработал. Триггер сработал, болезнный инжектор не остановился, пациент лежит, терпит, молчит. Произошло сканирование данной фазы, артериальной, венозной, но контраста нет. Это тоже как бы повод задуматься, а что же там произошло, да. Так вот, как вы заметили, процесс экстравазации может произойти в любой временной период. Какие же факторы, влияющие на тяжесть состояния при экстравазации? Конечно же, это непосредственно, что за препарат мы вводим, да, его составляющая. В данном случае в отделении лучевой диагностики используются йод, содержащие препараты, и кодолини, содержащие препараты. Далее. Характер среды и осмолярность, то есть высокоосмолярные и водорастворимые, и водонерастворимые. Цитотоксичные. Слава богу, у нас контрастные препараты не цитотоксичные, что облегчает нашу ситуацию. Далее. Объем экстравазата, да. Чем меньше объем, тем легче помощь и легче все это дело лечить. Далее. Расположение катетера. Если катетер расположен в кисти, то, как правило, и саму экстравазацию быстрее пациент заметит, и визуально это, как правило, видно больше. Почему? Потому что вокруг катетера окружающих тканей мягких мало. И, собственно, отек появляется быстро, сразу, и распространится экстравазат. У этого больше просто некуда. То есть все на лицо. Далее. Какие же симптомы при экстравазации? Вот, предположим, она произошла, вы подходите к пациенту, и что мы там можем увидеть? Визуально мы можем увидеть отек, эритему. Если мы пропальпируем эту область вокруг катетера, то, как правило, почувствуем уплотнение, кожа будет холодная. И у пациента, конечно же, спрашиваем его ощущения. Как правило, это жжение, распирание и резкая боль. Далее. По степеням поражения различают легкую, среднюю или умеренную и тяжелую формы или степени. Как правило, в отделении лучевой диагностики все заканчивается легкой степенью, которые сопровождаются чем? Как правило, эритемой, отеком и при этом кожные изменения отсутствуют. Поэтому перейдем сразу к следующему слайду. Не будем останавливаться на тяжелых последствиях. Значит, первое, что мы должны сделать, как только мы поняли, что экстравазация произошла, это, конечно же, остановить введение препарата, остановить наш болюсный инжектор для того, чтобы минимизировать вот этот вот экстравазатный объем. В катетер мы уже ничего не вводим. Вторым действием буквально в секунду рентген-лаборант должен четко сориентироваться и понять, проводить дальше сканирование задуманных фаз или нет, или остановить исследование, смысла в этом нет, и бежать к пациенту, оказывать помощь. Как вообще этот момент разграничить? Вот в какой момент остановить исследование, в какой момент запустить? сложная дилемма, смотря какое исследование, конечно, мы делаем, но если экстравазация вот под номером один, вы видите стрелочку, если экстравазация случилась уже в первые секунды введения контрастного препарата, то сканирование просто бессмысленно, потому что никаких там контрастных фаз мы с вами не обнаружим, контраста там не будет. в некоторых исследованиях мы с вами делаем порой по три фазы, по две, три фазы, артериальная, венозная, и, собственно, мы получим просто два натива, в чем нет смысла. Если экстравазация случилась уже к концу введения контрастного препарата, то под цифрой 2 вы видите стрелочку, то тут есть вероятность того, что исследование все-таки получится, даже если оно не получится в стопроцентной мере, то частичное контрастирование в некоторых случаях также может врач-рентгенолог оценить, поэтому рискуем и все-таки сканируем. Далее, после того, как мы отсканировали или побежали уже к пациенту, что мы должны непосредственно вместе проблемы сделать? Перед тем, как мы убрали катетер, желательно провести аспирацию контрастного препарата, шприцом или немного сдавливая мягкие ткани, но при этом не сильно воздействуя на них. Далее, обязательно приподнимаем пораженную конечность для того, чтобы уменьшить отек. Далее, так как у нас все-таки с вами есть либо томограф, либо рентгеновский аппарат, то мы можем еще себе облегчить немножко задачу и воспользоваться, так сказать, нашим оборудованием, сделать, если это рентгеновский кабинет, рентгеновский снимок данной области и определить, где же у нас контраст и сколько, для того, чтобы понять масштаб трагедии и куда, собственно, где лечение проводить. Если это компьютерная томография, то мы можем сделать сканограмму, этого будет достаточно, не обязательно мультиспиральный снимок делать, этого достаточно для определения объема и локализации проблемы. Виктория, далее. Я вас немного прерву сейчас, коллеги, обратите внимание на слайд, это то, как видит в отделении лучевой диагностики у Виктории помощь и рекомендации пациенту. Я бы хотела сейчас передать слово Погосяну Мисропу. Мисроп, скажите, пожалуйста, у вас есть какое-то альтернативное мнение, может быть, у вас есть что-то добавить к этому слайду, как еще можно помочь пациенту, или может быть, здесь есть какие-то лишние пункты? Ну, во-первых, спасибо за вопрос. Скажу точно, что лишних нет, здесь всегда сложность возникает. Во всем мире продолжаются бурные дискуссии, обсуждения по поводу того, что же в первую очередь надо использовать, греть или охлаждать. Здесь надо учесть особенность, потому что экстравазации самые сложные, они все-таки в онкологии встречаются, а в лучевой диагностике здесь проблема именно в объеме, так как ткани, они полностью, она закрытая, и чем больше вы контрасты ввели, тем больше вероятность того, что произойдет задавление ткани. А учитывая высокую осмолярность контраста, 280, 290, 300, это приводит к тому, что довольно медленно рассасывается контрастный препарат. Это может привести к задавлению, так называемый компартный синдром. И в этом заключается основная проблема. Поэтому мы чаще всего рекомендуем, если у вас пациенты чувствуют боль, то используйте холод. Холод обычно помогает при боли и немножко смягчает. Если боли нет, то вам помочь быстрее рассосаться к контрастному препарату поможет уже само разогревание, ну, то есть гепариновая мазь. Было обсуждение еще по поводу компрессы, растворма магния сульфата. Я бы, наверное, был бы здесь немножко осторожный, потому что в инструкции у магния сульфата нету такого пункта, что использовать его поверхностно или на коже. Поэтому, если вы получите раздражение, сложно понять, проблема в магния сульфате или в чем-то другом. А в целом, если пациент знает, что это может с ним случиться, то он, наверное, более мягко будет реагировать. Мисс Роб, спасибо большое за такой полноценный ответ. Я думаю, что сейчас многие вопросы закрылись. Виктория, вам также спасибо за лекцию. Я предлагаю перейти к финальному слайду. Ну, в завершение скажу, что данной проблемой по поводу экстравазации занимается обычно главная медицинская сестра учреждения медицинского. Каким образом? Разрабатывается СОП, на него чек-лист, затем ведется журнал учета установки катетеров и ухода за ним. И потом собирается вся информация, анализируется и уже меры профилактики применяются. Спасибо большое, Виктория. Ну что, друзья, настало время поговорить о не менее волнующей всех теме о радиационной безопасности в кабинете отделения учебной диагностики. И я рада представить следующего лектора. Это Рыжов Сергей Анатольевич, главный внештатный специалист по радиационной гигиене и медицинской физике. И сегодня он расскажет нам о современных подходах к применению средств в индивидуальной защиты. Сергей Анатольевич, передаю вам слово. Спасибо большое. Сейчас одну секундочку я справлюсь в презентацию, потому что я ожидал, что еще будет одевать какой-то докладчик. Ну, сейчас начнем. Итак, да, но когда мы говорим про радиационную безопасность, особенно после такого доклада, абсолютно четкого, конкретного и по существу, все-таки мы говорим о более таких материях, не то чтобы возвышенных, но менее конкретных, когда говорим про радиационную безопасность. И понятно, что радиационная безопасность должна соблюдаться не только в рентгенологии, ну, да, на всякий случай, мы, конечно, исключим там лабораторную диагностику или функциональную диагностику, но и в других видах оказания медицинской помощи, в том числе и в ядерной медицине, наверное, в большей степени, и, конечно же, когда мы говорим про радиотерапию, это тоже очень-очень-очень важный момент. Но сегодня все-таки я думаю, что нужно остановиться именно на вопросах обеспечения радиационной безопасности в рентгенологических отделениях, хотя все равно тем или иным образом мы будем обсуждать и те, и другие вопросы. И когда мы говорим про любой вид безопасности, наверное, нам надо сначала определиться с тем, насколько же это все-таки опасно или не опасно, насколько это явление может и должно вообще, в принципе, нас интересовать. И здесь как раз-таки мы видим, что за последние годы количество исследований, которые у нас есть в лучевой диагностике, оно увеличивается. И вот абсолютно очевидно, что в 2020 году ежедневно в России проводилось порядка 60 тысяч компьютерных томографий. И, конечно же, такой объем исследований, он тоже должен оцениваться с точки зрения радиационных рисков, с точки зрения опасности. И самое важное, когда мы говорим про радиационную аэропу, то есть мы понимаем, что у нас растут не только количество исследований, но и растут те дозы, которые мы даем пациентам, как отдельным пациентам, так и, собственно говоря, в целом на всю популяцию. Поэтому радиационные риски в медицине увеличиваются, это тоже надо понимать. И когда мы говорим, что какой-либо риск увеличивается, мы понимаем, что и количество внештатных ситуаций и каких-то неправильных действий тоже будет расти с учетом увеличения тех рисков, о которых мы говорим. Бесспорно, два наших основных ведомства, которые занимаются вопросами радиационной безопасности, это Ростехнадзор и Роспотребнадзор, выпускают огромное количество нормативных документов, и, как правило, когда мы говорим про радиационную безопасность, мы почему-то говорим и начинаем говорить про радиационную безопасность. На самом деле, конечно же, это только лишь один из моментов, когда мы говорим про безопасность. Почему? Потому что в большей степени проверками, только лишь одними проверками или только лишь одними требованиями обеспечить радиационную безопасность невозможно. В этом плане нам помогает, конечно, введение правильных и корректных СОПов, то есть выполнение внутренних регламентов медицинской организации, но изначально к чему мы стремимся, это к пониманию сути обеспечения радиационной безопасности, то есть, другими словами, к формированию культуры безопасности. И фактически эта культура безопасности состоит, по моему мнению, из трех элементов. Это безопасность персонала, это безопасность пациентов и безопасность населения. Давайте тогда кратенько попробуем обсудить вот эти вот три момента, то есть, начиная с безопасности персонала, насколько все-таки опасно, или, я думаю, что многих от этого вопроса интересует, или безопасно работать в отделении рентгенологии или в отделении ядерной медицины. Начиная с конца 90-х годов, в принципе уровни тех доз, которые мы получаем как персонал, они находятся примерно на одном и том же уровне. Ну, где-то в среднем это от 1,5 до 6 мЗВ за год. И вроде бы, казалось бы, все здорово, все хорошо, потому что предел дозы 20 мЗВ, однократно мы можем получить дозу 50 мЗВ, он не превышается, но тем не менее, когда начинаешь читать статьи по этому вопросу, обращать на себе внимание, что при достаточно небольших эффективных дозах в итоге доза на хрусталик и доза на руки в отдельных процедурах она может быть довольно-таки большой, которая требует определенного контроля со стороны, в том числе и профессионального сообщества, в том числе и со стороны руководства медицинской организации. Ну и, конечно же, в первую очередь мы говорим про интервенционное вмешательство, иногда мы говорим про интервенционное вмешательство, как ангиографические исследования, так и интервенционное вмешательство под контролем компьютерной томографии. Вот здесь я привел одну из статей, посвященных как раз таки дозам на персонал и на хрусталик в интервенционной радиологии, в тех исследованиях, которые в России применяются достаточно редко, но тем не менее, тоже мы должны об этом помнить, что рано или поздно мы начнем более активно применять методы интервенционного вмешательства по контролю компьютерной томографии. Так вот, в итоге, если не использовать средства защиты, то средняя доза за одну процедуру составляет порядка 300 микрозивертов для персонала, на хрусталик. Таким образом, при дозе 70 процедур, это уже фактически те 20 миллизивертов или миллигрей в год, которые у нас есть на хрусталик на сегодняшний день по новым рекомендациям КРЗ, они уже будут превышены. Несколько лучше состоит ситуация, когда мы говорим про рентгенхирургию с точки зрения использования СЭДУК в ортопедии, например. Действительно считается, что там доза существенно меньше. Более того, в отличие от интервенционных вмешательств, хирурги-ортопеды могут выйти на моменте, в некоторых случаях, могут выйти на моменте проведения рентгеновательского исследования. Это тоже существенно сокращает те дозы, те риски, которые связаны с данным видом процедур. Ну и традиционно считается, что наибольшие риски для хрусталикоглаза, со стороны возможности развития радиационной пиццерии на катаракты, у ангиографистов, ну например, в Соединенных Штатах, в Штатах считается, что, наверное, к определенному моменту времени почти все ангиографисты имеют проблемы, больше 50% ангиографистов имеют проблемы с хрусталиком, и даже бытует такое мнение, что проще поменять хрусталик глазу у врача-ангиографиста, нежели чем заниматься его безопасностью. Более того, самое страшное, то что такое мнение бытует среди самих ангиографистов, а тем не менее, даже банально по данному исследованию, если мы возьмем, отойдем на 3 фута, то есть фактически на 90 сантиметров от стола, то это сократит риски развития катаракты у персонала в энное количество раз. То есть действительно такая простая вроде бы задачка отодвинуть персонал уже решает большую часть наших проблем. и не менее важно, соответственно, использовать средства защиты для персонала, и обратите внимание, вот слева на слайде, как выглядит обычный персонал в ангиографическом отделении, то есть это фартук и юбка рентгенозащитная, шапочка сверху и очки на глазах, но технологии идут вперед, и вот следующий слайд как раз-таки показывает, что на сегодняшний день появились специальные ширмы, которые движутся вместе с врачом-ангиографистом, то есть на самом ангиографисте уже не одеваются фартуки, а вот это движение, оно абсолютно естественно и позволяет не нагружать ни спину, ни уставать самому врачу-ангиографисту, и более того, позволяет использовать гораздо более толстые средства индивидуальной защиты, которые обеспечивают снижение лучевой нагрузки фактически до нуля. Ну и при этом, конечно же, мои коллеги ведут большой спор относительно того, что же лучше применять с точки зрения защиты глаз, это маленькие очки, или это очки с боковыми поверхностями, или это специальные рентгенозащитные экраны. И, конечно же, все это достаточно эффективно, но эффективно тогда, когда все-таки врач-ангиографист пытается применять данные средства защиты. Также эффективно применять и прямо показывающую дозиметрию, когда во время проведения интервенционного вмешательства врач видит, какую дозу он получает, и таким образом в течение определенного периода времени у него и формируется та самая культура безопасности, которая позволяет ему стоять именно в тех местах, где доза, которую он получает, будет минимальной. Ну и очень важно, конечно же, то, как работают наши коллеги в отделениях ядерной медицины, потому что на сегодняшний день ядерная медицина крайне активно развивается в России, и как раз-таки тут есть определенные особенности получаемой дозы. Почему? Потому что основная доза связана не с оборудованием, а связана с радиофармпрепаратом, с фасовкой радиофармпрепарата, с введением радиофармпрепарата, с позиционированием пациента, с введенным радиофармпрепаратом. И самое важное, то, о чем мы иногда даже не догадывались и не догадываемся, о том, что наибольшую дозу персонал получает при общении с пациентом, то есть либо когда спровождают пациента в туалет, либо когда проводят его на исследование, либо когда просто с ним разговаривают в коридоре. Поэтому такие контакты позволяют в 2-3 раза снизить лучевую нагрузку на персонал без какого-либо потери качества. Как вы понимаете, легко можно объяснить пациенту, что нужно делать и как до проведения исследований. Ну и, конечно же, следует оценивать риски с точки зрения развития онкологического заболевания. Такие исследования были проведены нашими коллегами в 2018 году. И выяснилось, как это будет, и предполагалось, что никаких радиационных рисков с точки зрения развития рака у персонала медицинских организаций нет. Просто по одной причине, потому что те дозы, которые мы с вами получаем, они изначально ниже, чем порог вероятности возникновения тех самых стокастических эффектов. Но вот с точки зрения катаракты, как я уже сказал, действительно риски были показаны в том же 2018 году, только в другом исследовании. Выяснилось, что для персонала ангиографических отделений увеличивается риск на 10% примерно по отношению к общей популяции. А как я уже сказал, в ангиографии данный риск увеличивается еще на большую увеличенную. Ну и, конечно же, в этих двух применениях, в ангиографии и в ядерной медицине, нужно контролировать и дозу на руки, потому что при определенном количестве проводимых оперативных вмешательств, или при проведении определенного количества процедур ядерной медицины, доза для персонала становится уже значимой. Ну вот, например, по мнению нашего шведского коллеги Сорана Мацена, при использовании защиты порядка 900 пациентов в год, если проходит через средний медицинский персонал, мы в первую очередь говорим про средний медицинский персонал, может быть превышена доза на руки где-то в 500 миллизивитов. Если же персонал не использует средства индивидуальной защиты, что бывает крайне-крайне часто, то доза будет превышена уже при 170 пациентах, то есть фактически я думаю, что у большинства персонал, которые работают в отделениях ядерной медицины, могут быть подобные проблемы, и, конечно же, это значит, что нам нужно контролировать дозы и снижать дозу в случае необходимости на кисти и на органы зрения. Ну и не меньше проблемой становится, та проблема, которая раньше, может быть, и не существовала, каждый день у нас увеличивается количество пациентов, которые к нам приходят, и при этом, к сожалению, не увеличивается количество персонала, который работает в отделениях, в рентгенологических отделениях, в радиологических отделениях. Это действительно создает дополнительную проблему, почему? Потому что мы понимаем, что таким образом интенсификация труда приводит к увеличению лучевой нагрузки. Но это одна часть, то есть это безопасность персонала была. Что же мы говорим, когда мы говорим про безопасность пациентов? Мы тоже понимаем, что рост количества оборудований, рост количества исследований линейно увеличивает те риски, которые есть у нас для персонала. В общем мировой практике обычно для снижения данных рисков нам предлагается снижать их с помощью установления референтных диагностических уровней, то есть определенного среднего значения дозы для конкретной процедуры, и дальше сравнивать нашу работу с этими референтными уровнями, постепенно снижая то количество исследований, которые у нас превышают референтные диагностические уровни, ну и, соответственно, таким образом мы можем где-то за 5 лет снизить дозу облучения процентов где-то на 25%. То есть это достаточно эффективный метод, но, к сожалению, в России он не очень хорошо работает. Почему? Потому что тот рост количества исследований, которые мы имеем, он перекрывает все подобные работы с лихвой. Более того, порядка, наверное, 5% пациентов, которые у нас с вами есть, они получают дозу более 100 миллизивертов за счет повторных исследований, то есть это действительно достаточно большая проблема, когда пациенты проходят исследование раз в год, например, как на предыдущей секции у нас было сказано, что один из наших корифеев проходил компьютерную томографию ежегодно. Без показаний, конечно, такого делать не следует, не нужно. Почему? Потому что в итоге это приводит к отдельным таким вот, конечно, уникальным, но тем не менее существующим результатам, когда доза на пациентов может превышать и 500 миллизивертов, и даже 800, и даже 1000 миллизивертов. Это, к сожалению, описанные в литературе случаи, то есть это не единичные случаи, и, конечно же, такие дозы будут приводить к увеличению рисков развития рака у тех пациентов, которыми такая доза подведена. То есть действительно это представляет определенную потенциальную опасность, причем, когда мы говорим про позитронную эмиссионную томографию, мы понимаем, что где-то порядка 13%, то есть каждый восьмой наш пациент, получает накопленную дозу больше 100 миллизивертов. Это может быть проблемой. Понятно, что большая часть наших пациентов – это онкологические пациенты, но тем не менее оптимизация протоколов в проведении исследований, оптимизация протоколов в назначении исследований – тоже очень-очень важный момент. Почему? Потому что с точки зрения ВОЗ доза в 100 миллизивертов прибавляет где-то 2% к росту смертей от рака. И таким образом это увеличивает суммарный риск развития онкологического заболевания где-то на 10% среди тех пациентов, которые получили вот эту дозу. И это приводит к тому, что появляются публикации, которые говорят о том, что где-то порядка 1-2% всех случаев рака могут быть связаны с радиационной индукцией, то есть могут быть связаны с теми ситуациями облачения, которые у нас есть. Ну и это, по мнению ряда исследователей, приводит к порядка 30 тысячам дополнительных случаев рака и 14-15 тысячам дополнительных смертей от рака только на территории Соединенных Штатов. Понятно, что в Соединенных Штатах проводится исследование достаточно много, но я думаю, что в России их проводится не настолько меньше, как нам кажется. Ну и, соответственно, конечно же, современная рентгенология, современная радиология, она позволяет, и современное оборудование позволяет снизить лучевую нагрузку кратно. Но, к сожалению, как правило, врачи не используют возможности своего оборудования. Ну, например, когда мы говорим про те, что там итеративные реконструкции, да, это красивая технология, которая использовалась отдельными врачами для, например, написания диссертационных работ, для каких-то отдельных, может быть, и важных, но все-таки больше научных задач, а такой большого и серьезного распространения она не получила. Это было так до момента появления алгоритмов искусственного интеллекта, которые на сегодняшний день позволяют оптимизировать лучевую нагрузку на аппарате без снижения качества исследования и, таким образом, в том числе и увеличить количество исследований, которые мы можем проводить на одном аппарате. И, более того, когда мы говорим про тренды в радиационной безопасности, очень важным трендом, который, как я знаю, многих моих коллег очень сильно удивил, хотя сами по себе эти работы появились достаточно давно и достаточно неплохо описаны, но, тем не менее, не все рентгенологи, особенно не все лаборанты, и уж тем более не все проверяющие знают о том, что применение средств внутренней защиты для пациентов, в отличие от средств внутренней защиты для персонала, не всегда нужно и не всегда правда. Потому что по рекомендации нашей Американской Ассоциации Медицинских Физиков четко показано в рамках научных работ, что никакой пользы здоровью пациента, используемой средств внутренней защиты для гоната, для плода, не приносит. Просто по одной причине. Потому что доза на плод, которая может быть получена за счет рентгенологического исследования, она существенно ниже, нежели чем те риски, которые связаны с использованием средств внутренней защиты. Почему? Потому что внутреннее рассеивание за счет использования средств внутренней защиты будет увеличиваться. И вторая часть, что в ряде случаев использование средств внутренней защиты может, наоборот, негативно сказаться на радиационной безопасности, особенно когда мы понимаем, что часть фартука или перелина, которые мы используем, она закрывает и попадает в зону интереса, то есть она вскрывает анатомию органа. При этом мы понимаем, что современные аппараты начинают поднимать токи, начинают работать по встроенному экспонометру и увеличивать лучевую нагрузку на пациента. Причем, когда мы говорим про увеличение лучевой нагрузки на пациента, это увеличение может быть в 10 и более раз. То есть это, конечно же, тоже очень важно и недопустимо с точки зрения обеспечения радиационной безопасности. Следующий тренд, который, в общем, я думаю, вам тоже хорошо понятен, хорошо известен и более того, в рамках на пациентах. Я бы не могла вас прервать и сказать, что осталась одна минута. Может быть, у вас еще остались какие-то интересные слайды. Пожалуйста, попрошу немного ускориться. Так я как раз эти интересные слайды показываю. Ну хорошо, спасибо большое. Ну и, соответственно, в нашем исследовании мы показали, что порядка 22% всех энергетических исследований, это те исследования, которые не показаны, их можно было бы не проводить. И если мы посчитаем лучевую нагрузку от этих исследований, выяснится, что эта лучевая нагрузка примерно такая же, как от всей цифровой флюорографии в течение года происходящей. Ну и, конечно же, очень удобно снижать лучевую нагрузку за счет используемых средств поддержки принятия врачебных решений. Это удобный инструмент. Конечно же, мы должны понимать, что в лучевой диагностике у нас возникают периодически радиационно-аварийные ситуации. Их может быть не так мало, как нам кажется на первый взгляд. Опять же, в первую очередь в ангиографии и в ядерной медицине тоже такие ситуации возможны не менее часто. Поэтому их нужно регистрировать в правильном образе. Ну и, соответственно, нам, конечно же, нужно снижать риски, использовать программу по учету ДОС, использовать возможности оборудования, развивать систему искусственного интеллекта, использовать систему поддержки принятия врачебных решений. Это тоже достаточно важные элементы. Ну и, конечно, обеспечивать безопасность населения. Это тоже очень важные моменты. И с каждым годом мы все больше и больше внимания уделяем вопросам спецканализации, вопросам выпуска пациентов после радиоклиной диагностики, радиоклиной терапии. Это важные элементы, которые тоже следует подробно изучать, когда мы говорим про радиационную безопасность. Ну и последнее, наверное, что я хотел бы сказать, что технологии применения искусственного интеллекта в последние годы, наверное, уже поменяли, а дальше будут еще больше менять радиационную безопасность. Вот у нас есть порядка 20 задач с позиции радиационной безопасности, которые решаются на сегодняшний день благодаря системе искусственного интеллекта. И, наверное, с точки зрения лаборантов, одна из таких основных задач – это автоматическое позиционирование пациента, которое на сегодняшний день более точно позиционирует пациента, нежели чем большинство рентген-лаборантов. Также автоматический выбор зоны сканирования, автоматический выбор протокола сканирования, выбор параметров исследования, реконструкции изображения, автоматическое оконтуривание, оценка дозов на кожу, автоматический контроль качества изображения, распознавание патологии, биологические исследования, эпидемиологические исследования. То есть суммарно все эти исследования, скорее всего, позволят нам через относительно небольшой период времени, хотелось бы, ну, мало того, или не хотелось бы, но существенно поменять работу рентген-лаборантов и врачей-рентгенологов, потому что радиационная безопасность, конечно же, это большое количество отдельных, разрозненных вопросов, которые нам, тем не менее, позволяют обеспечить безопасность персонала, обеспечить безопасность пациентов и населения. Радиационные риски, хотя и растут, но, тем не менее, мы можем сформулировать и сформировать культуру радиационной безопасности, мы можем правильно использовать средства радиационной защиты, и я еще раз повторюсь, что системы искусственного интеллекта будут нам помогать в обеспечении радиационной безопасности, может быть, даже в какие-то моменты времени нас заменят в этих системах радиационных заболеваний. Спасибо большое за внимание. Я извиняюсь, что так быстро коротворили. Спасибо, тем не менее, было все понятно, очень насыщенные слайды понятные. У нас в чате есть вопросы. Если у вас найдется время, пожалуйста, через кнопочку «Ответить», может быть, у вас получится покоммуницировать с нашими слушателями. Я передаю слово нашему следующему лектору, Домкина Анна Михайловна, кандидат медицинских наук, заведующая отделением санитарно-эпидемиологическим, Московского многопрофильного медицинского центра «Коммунарка». И мы поговорим с ней об инфекционной безопасности. Анна Михайловна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас на данном форуме. Большое спасибо организаторам за приглашение. Итак, поговорим об инфекционной безопасности в отделениях лучевой диагностики, которые, в общем-то, не дооценены. Вопросы эти эпидемиологами стационаров и амбулаторного звена. И, наверное, только во время ковида мы увидели впервые отдельным блоком вопросы, касающиеся организации деятельности отделения лучевой диагностики на амбулаторном и стационарном звене. Значит, отделение лучевой диагностики – это центром медицинской вселенной, потому что именно тут могут и пересекаются тотально все потоки пациентов-стационаров или потоки пациентов амбулаторного звена. В некоторых стационарах есть один зал КТ, наверное. Не в каждом корпусе даже продвинутых учреждений мы видим отделения лучевой диагностики, залы компьютерной томографии, рентген, МРТ, томографы. И, в общем-то, все отделения, которые есть, скапливаются именно там и проходят именно через эти помещения. Вы видите направление, например, по которым работает наш стационар. Да, у нас есть отдельные залы для детского корпуса, отдельно для амбулаторного приема, выделенные с отдельным входом. Но, тем не менее, пациенты тяжелых реанимационных отделений, хирургических отделений терапевтического профиля так или иначе пересекаются в отделении лучевой диагностики. Что же нужно делать и о чем нужно помнить? Есть целый комплекс профилактических мероприятий и, в общем-то, приоритетная задача организации медицинских всех типов. Это бесперебойное функционирование, оказание качественной медицинской помощи. Сделать нужно так, чтобы отделения лучевой диагностики были столь же безопасными, как и, допустим, процедурный кабинет в каком-либо отделении, когда мы понимали, как и выстроен противоэпидемический режим в этих отделениях. Какие должны быть проведены организационные мероприятия, дезинфекционные и хозяйственные строительные. Для нашего корпуса, для нашего, точнее, например, центров коммунарки, строительные аспекты очень актуальны, потому что мы продолжаем вводить новые корпуса и активно строиться. Итак, какой основной принцип и самый действенный инструмент, который можно прямо здесь сейчас использовать? Это разделение потоков пациентов. Если мы говорим о разделении потоков пациентов, то мы можем разделять их как во времени, так и в пространстве. В пространстве это разные кабинеты. КТ, рентгены, МРТ. Идеально, когда есть два КТ, два рентгена и так далее. И на худой конец по времени. Может быть, это не такая уж и плохая мера, а довольно эффективная. В медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, необходимо разделять поток пациентов с признаками острых респираторных инфекций и поток других пациентов, не инфекционных. Это очевидные вещи, которые мы очень хорошо поняли на коронавирусной истории. Насчет, например, санитарных правилов. У нас как раз то, о чем я говорю, что во время ковида мы вспомнили, увидели целый пункт санитарных правил, когда нам рекомендуют, что можно делать в отделении лучевой диагностики, а что нельзя. Когда оказание медицинской помощи организуется с выполнением максимально возможного числа процедур по палатам. Например, когда мы разгружаем отделение, имея переносную аппаратуру. Либо диагностические кабинеты, при невозможности выделения отдельных кабинетов используем график их работы с выделением отдельных часов для обследования с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, с пневмониями и прочими диагнозами. Это одна из эффективных мер. Также мы понимаем, что у нас есть инфекционные стационары, инфекционные стационары, когда мы на глобальном уровне уже развили потоки инфекционных и неинфекционных пациентов. Но есть и другая история, когда у нас есть отделение разного профиля. Хирургия, терапия, гнойная хирургия, отделение реанимации. И, конечно же, представление эпидемиолога, картина идеального мира – это выстроенная очередность планового обследования чистых пациентов и пациентов отделения реанимации, гнойной хирургии. Когда мы в первой половине дня можем себе позволить план принять какой-то из терапии, неврологии и так далее. Или пациенток, например, перинатального центра, посмотреть которых не так много, допустим, должно быть, по идее. И пациенты отделения реанимации, которые могут приезжать на исследования с реанимационной бригадой, которым может потребоваться завести аппарат ИВЛ в рентген-кабинет, либо в кабинет магнитно-резонансной томографии, либо пациентов гнойной хирургии, после которых 100% потребуется прервать процесс приема остальных пациентов и провести текущую обработку помещения. То есть вот она, идеальная картина мира, которая по факту в жизни, скорее всего, превратится в непрерывный поток пациентов без наличия какого-либо адекватного времени между их приемом. Конечно же, уходя от маршрутизации таких вот глобальных вещей, мы говорим о том, что инфекционная безопасность это прежде всего защита персонала. И это должно быть всегда приоритетным направлением, потому что кадры решают все. Есть национальный календарь профилактических прививок, есть календарь профилактических прививок по эпид-показаниям. Здесь приведены примеры по вакцинации от гриппа, от коронавирусной инфекции. Когда мы еще до того, как мы зашли в кабинет рентген-диагностики, начали работать еще на этапе приема на работу, мы должны понимать, что сотрудник наш привит и максимально защищен самым эффективным механизмом, каким вакцинацией. Потому что только, как сказать, единственный эффективный инструмент в руках эпидемиолога это вакцинация. На сегодняшний день актуальнейшим вопросом является вакцинация от кори. У нас есть детский инфекционный корпус, и сегодня мы по 3-4 донесения в день отправляем о том, что к нам поступили детки с кори. Это очень много. Поверьте, раньше было полгода назад, это один случай в месяц максимум, и то завозной. Поэтому очень высокая настороженность должна быть, и проблема актуальная. Это дифтерия, столбняк, грипп сезонно, коронавирусная инфекция. Против всего этого спектра наши сотрудники мы с вами должны быть привиты, и это безоговорочно, и это основа, с которой мы далее работаем. Дальше эффективная мера – это средства индивидуальной защиты, это медицинская маска. Мы понимаем, что отделение лучевой диагностики – это проходной двор, это сплошной поток разных профилей пациентов, мы это уже выяснили, поняли, приняли. Что мы делаем? Персонал носит медицинскую маску. И здесь хотя бы история с острой респираторной инфекцией, с гриппом в сезон, если мы говорим про сезон, либо какие-то другие могут быть случаи, в круглый год, у РВИ круглый год регистрируется, у нас персонал хотя бы в маске, мы хотя бы как-то можем управлять данной ситуацией. Если мы ходим без маски, то уже что уж об этом говорить. С точки зрения заноса инфекции в отделении, например, когда мы задним числом понимаем, что у нас прошли пациенты с подозрением на туберкулез, в этих случаях необходимо проведение заключительной дезинфекции. Несколько изменился подход, например, к структуре департамента здравоохранения. Раньше у нас это все централизованно проводилось, точнее сейчас централизованно проводилось с центром дезинфектологии. Тем не менее, каждое учреждение, если в их структуре есть медицинский дезинфектор, может реализовать это самостоятельно. В нашем учреждении мы так и сделали, чтобы безотлагательно, своевременно проводить заключительную дезинфекцию в очаге. Но зачастую, зачастую все это происходит задним числом. И о том, что у пациента есть подозрение на туберкулез в отделении лучевой диагностики, и точнее у него подтверждается туберкулез, узнают, разумеется, позднее. На сегодняшний день верификация диагноза туберкулеза занимает в туберкулезной службе более месяца, может длиться так из реальных цифр. Поэтому, конечно, мы должны с вами работать по подозрению и эту заключительную дезинфекцию проводить по подозрению на диагноз. Чаще мыть от этого никому хуже не будет. Разработаны инструкции по проведению заключительной дезинфекции. Существуют акты выполнения заключительной дезинфекции. Но есть одно интересное новое, что, например, в отделениях лучевой диагностики не так-то просто и провести эту заключительную дезинфекцию. Например, в залах магнитно-резонансной томографии, когда нельзя завести установку альфа, например, для того, чтобы импульсным излучением обеззаразить воздух в данном помещении. Вы просто не сможете закатить эту аппаратуру туда. Не может быть установлен металлический, допустим, аэролайф или бактерицидная лампа по соображениям самого устройства аппарата. Поэтому здесь будут вопросы решаться, скорее всего, только кратностью воздухообмена и проветриванием помещения, если это возможно. И, конечно же, только текущей и заключительной дезинфекцией поверхностей. С точки зрения безопасности сотрудников, это же, конечно же, внедрение и ориентация персонала на исполнение требований по гиене рук в нашем стационаре. Программа «Гиены рук» работает, говорю за себя, с 2020 года. Мы ее ввели еще на старте, когда только коммунарка заработала, приняла пациентов с коронавирусной инфекцией. И тогда, в общем-то, без этого было понятно. Но и тогда еще сильнее стало понятно, что вопросы гиены рук, они первостепенны. И прерывание перекрестной передачи инфекции и защиты персонала, она первостепенна. Поэтому приняты стандарты, организованы идеальные места для обработки рук. Но есть некоторые «но». Например, пультовая МРТ, когда мы, ну вот я беру пример из нашего стационара, строительные решения. Если помните слайд, да, я вам показала профилактические мероприятия. Смотрим на строительство. Вынесены раковины для обработки рук в коридор. Возникает вопрос, зачем она в коридоре, если персонала она нужна в момент, когда он выходит из зала МРТ, когда он, например, подсоединил систему для введения контрастного вещества пациенту, да, и ему нужно обработать руки после этого всего. Так вот он у нас вам обсеменяет поверхности, выбегает в коридор, и уже в коридоре только руки эти может обработать. Я думаю, мы не единственный стационар, в которых в некоторых уголках вселенной медицинской встречаются вот такие казусы. Наверняка многие из вас могут, каждый для себя привести вот такой пример. Как выходить из этого положения? Со смекалкой и умом, значит, мы во всех доступных местах, на всех этапах выставляем пластиковые флаконы с кожным антисептиком, с дозатором, и именно их и используем. Значит, также регламентировано, мы с вами знаем, есть методические рекомендации по использованию перчаток для профилактики инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи в медицинских организациях. Что интересно, что мы видим на обходах и так далее. Если процедурные медицинские сестры заточены на то, чтобы в своей практике всегда, ежедневно, правильно применить перчатки, и у них это автоматизм выработанный уже, то у рентген-лаборантов это не перевостепенная задача безопасности проведения инъекций и постановка катетера, либо введение венозный доступ. Значит, поэтому здесь, конечно же, нужно прорабатывать с персоналом вопросы обработки рук. Когда, в какое время, чем мы должны руки обработать, прежде чем залезть в вену к пациенту. Или мы не проводим это вмешательство, ну, мы, по крайней мере, не проводим. Осуществляем только подсоединение системы, но ее ведь тоже нужно правильно подсоединить. Значит, этому персонал рентген-лаборантов необходимо обучать. Очень часто задают вопросы по поводу организации вот этого как раз венозного доступа, уж коль мы о нем заговорили. Это ведь и новоземная манипуляция, это один из параметров инфекционной безопасности, и чаще всего вот эти вопросы задают. Как вышли мы из положения? Я не приверженец того, чтобы в процедурный бренген-процедурной или процедурной МРТ или КТ осуществлять венозный доступ. И, в общем-то, почему? Потому что есть документ, есть санитарное правило, в котором существуют и нам всем известные классы чистоты помещений. Так вот, если мы посмотрим, что венозный доступ должен осуществляться в процедурных, либо в асептических, как бы перевязочных мы там делаем, не венозный доступ, а вообще инъекции, и это помещение класса чистоты B. Или, по крайней мере, мы должны подготовить все для того, чтобы обеспечить этот венозный доступ в процедурном кабинете. И уже сам венозный доступ делать в палате. Например, мы же это делаем по палатам манипуляции процедуры. Так вот, процедурная магнитная резонанс на томографии – это помещение класса чистоты В, где существенно требования снижены по обсемененности микробной воздуха и кратности воздухообмена. А комнаты управления рентген кабинетом и вовсе относятся к помещениям класса чистоты Г. Поэтому не стоит переносить и реализовывать вот этот венозный доступ для введения контрастного вещества на площади вот этих помещений. Идеально организовать процедурный кабинет в непосредственной близости отделения лучевой диагностики либо процедурных КТ, МРТ и рентгена. Что, в общем-то, у нас в стационаре и сделано. Но можно же обеспечить это, если мы говорим про стационар, в самом отделении установить катетер, спустить пациента в отделение, либо поднять у кого как расположены процедурные и реализовать уже только подсоединение самой одноразовой вот этой системы. Да и потом слишком много различной расходки необходимо в том же кабинете МРТ поставить для того, чтобы обеспечить ненозный доступ. И здесь же возникает вопрос, а как же вы обеспечите высокий поток пациентов, когда они заходят у вас один сразу после другого и фактически нет даже адекватного времени провести обработку аппарата самого либо поверхности, на которой был пациент. А мы говорим здесь про венозный доступ. Поэтому, конечно же, нужно изыскивать возможность выделить помещение для постановки, для обеспечения венозного доступа. И затем уже работать в процедурных рентгенах или МРТ. Что касается, вот вы видели на предыдущем слайде, значит, место, где у нас расположен пациент, да, и одноразовую пелёнку. Возникают вопросы, очень часто их задают. А куда эти пелёнки сбрасывать? Разумеется, мы в этом случае руководствуемся новыми санитарными правилами по обращению с медицинскими отходами. Раньше они были 2790, сейчас они вошли в структуру больших санитарных правил под номером 3684-21. И там нам говорится о том, что использовать средства личной гигиены, предметы ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями – это класс А. Но возникает несколько «но». Мы же у пациентов, требующих введения контраста, подсоединяем одноразовую систему. В этот момент может быть контаминация биологическими жидкостями. У нас есть пациента реанимационного профиля, у нас есть пациенты хирургического профиля, у которых могут быть биологические выделения, может быть выделение из раны или еще что-то. У нас есть пациентки перинатальных центров в послеродовом периоде, там тоже есть определенные риски. Поэтому для того, чтобы лишних вопросов не возникало, конечно, мы можем использовать желтые пакеты и сбрасывать эти одноразовые пеленки в класс Б. Что касается систем и колющих, режущих предметов. Разумеется, это традиционно непрокалываемые контейнера. Но для систем, если идет острый наконечник, если он есть, то мы используем ведро 6-литровое. Но есть хитрость, мы можем этот наконечник оставлять в флаконах и сбрасывать в пакет класса Б. Вот он, пример. В пакет, не вынимая из флакона. Тогда мы используем с вами пакеты. И сбрасываем системы в класс Б. Так, значит, как проводить, вот еще раз, пожалуйста, одноразовые пеленки, да, как это реализовано, бобина с одноразовой пеленкой находится в ногах пациента, которую он фактически никогда не достает, да и она разматывается, поэтому контоминации здесь нет никакой. Один пациент ушел, оторвали, сбросили. Следующий пациент зашел, выдвинули эту одноразовую пеленку и нет необходимости использовать дезинфицирующие средства и выдерживать время экспозиции между приходом пациентов. Есть удобные, да, формы, это спреи, это салфетки для протирания поверхности, которые мы, в общем-то, широко используем в отделении лучевой диагностики. Вот это то, что касалось отходов. И подбираемся постепенно к дезинфекционному режиму, потому что это один из ключевых моментов обеспечения инфекционной безопасности. Какие у нас бывают виды дезинфекции? Мы проводим ее либо планово, либо по эпид-показаниям, либо по санитарно-гигиеническим каким-либо показаниям. Генеральные уборки, выделения лучевой диагностики могут проводиться раз в месяц, но если у нас есть режимные помещения, процедурный кабинет, например, то раз в неделю мы это делаем. Постановка обеспечения венозного, точнее, постановка контраста, конечно, я бы мыла сами диагностические вот эти процедурные один раз в неделю. Ежедневное проведение во всех подразделениях медицинской организации профилактических текущих дезинфекций с использованием ДСРЭС в режимах эффективных при вирусных инфекциях. Вот что нам говорят рекомендации рекомендации при распространении ОРВИ и гриппа и коронавирусной инфекции. И когда мы работаем в сезоне, в эпидемическом сезоне с сентября по май, который у нас длится, мы придерживаемся режима работы по вирусным инфекциям. Да, в общем-то, мы с вами это делаем и круглый год, правильно? Технологий дезинфекции поверхности есть их очень много. И красным выделено то, что неприменимо для процедурных МРТ, КТ и рентгена. Аэрозольный метод в этих помещениях мы с вами не применяем. Позже я вам покажу, почему. И, конечно же, аэрозольный и орошение нефта. Поэтому часть того оснащения, которое имеется у дезинфекционных бригад при проведении заключительной дезинфекции, оно неприменимо в отделениях лучевой диагностики. Не во всех помещениях, конечно, но вот в тех, которых я назвала. Процедурные МРТ, КТ и рентген диагностики. Дезинфекция воздуха. Вот эту великолепную установку, которая обеспечивает буквально за 3 минуты обеззараживание воздуха в помещениях, мы не можем закатить в процедурную магнитно-МРТ. Не можем в силу того, из чего сделана эта установка. И об этом я уже вам говорила. Что нужно сделать, чтобы обеспечить высокий поток? Мы должны обеспечить с вами качество исследований, безопасность, но при этом соблюсти высокий поток пациента, который, как правило, существует в выделениях лучевой диагностики. Что мы для этого должны сделать? Вот на этой картинке вы видите плохой пример расположения всего, что связано с проведением процедуры. Вот этот стеллаж, он, по идее, должен быть закрыт. С верхних полок нужно все убирать. Дезинфицирующие средства хранить на отдельной полке и желательно не в этом помещении. Бобину с одноразовыми пеленками конечно же ни в коем случае неприемлемо хранить на полу, тем более, что именно на этой пеленке мы будем с вами подсоединяться к катетеру теоретически. Поэтому идеальный мир – это когда вот эти полочки все закрыты, эргономично расставлено все оборудование и все расходные материалы. Эргономично – это когда вы легким движением руки, которые находятся в перчатке, с ветощью, смоченным дезинфицирующим средством можете пройтись по всем поверхностям. Извините, пожалуйста. Тогда это будет быстро, эффективно и удобно. С чем связана проблема выбора дезинфицирующих средств в отделениях лучевой диагностики? С тем, что дезинфицирующих средств великое множество, особенно сейчас на рынке, имеется. Множеством объектов обеззараживания нам слишком много всего надо мыть и к этому всему есть свои индивидуальные требования. Видом контаминации объектов мы можем бороться против бактерий, против вирусов, против грибов и спор, и при этом будут избраны свои режимы дезинфекции. Но для рутинной практики мы с вами применяем вирусный режим работы. Условиями обеззараживания, особенностями технологии обработки, ограниченности сроков обеззараживания, высокий поток, температуры воздуха и прочее. Необходимость применения средств индивидуальной защиты у разных дезинфицирующих средств. Как выходить из этого положения и какие дезинфицирующие средства будут средствами выбора? Это четвертичные аммоневые соединения, амина и производные гуанидина реже. Также могут быть спирты, но не на всех объектах. Почему именно эти дезинфицирующие средства? Потому что они обладают коротким, маленьким временем экспозиции, они разрешены для применения самым главным, а это чем? Рекомендациями производителя к аппаратам КТ, МРТ и рентгену. И именно вот эти рекомендации производителя вы должны в обязательном порядке прочитать, прежде чем организовать режим в отделении. И вот, например, текст, который написан в рентген-кабинетах. Помните, я вам показывала про аэрозоль, что он неприменим? Вот, пожалуйста. Дезинфицирующие средства не используют, да? Аэрозольные средства. Почему? Потому что они могут попасть внутрь аппаратов, которые стоят очень много денег. Поэтому, уважаемые коллеги, предлагаю вам разумно подходить к выстраиванию режима санитарно-эпидемиологического выделения лучевой диагностики и никогда не пренебрегать, потому что именно на ОЛД приходится перекрёст всех потоков как в стационаре, так и на амбулаторном звене и не пренебрегать базовыми требованиями инфекционной безопасности. А персоналу любить себя и применять доступные и эффективные меры профилактики. Большое всем спасибо. Надеюсь, что моё выступление было для вас полезным. Анна Михайловна, спасибо за такой насыщенный доклад. Друзья, сейчас, пожалуйста, всё внимание на чат, потому что я напоминаю вам о том, что Центр диагностики и телемедицины выпустил уже не один курс для рентген-ваборантов. Но в этом году вас ждут ещё анонсы. И чтобы оставаться с нами в одном информационном поле и быть в центре событий, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я с вами прощаюсь, но не отключайтесь, потому что впереди вас ждёт ещё две части трека для рентген-ваборантов. Увидимся! Я узнала, что на базе НПКЦ открывается аспирантура в сентябре и рассматриваю возможность поступать в неё после окончания своего обучения в Литинском ВУЗе, так как обучаться у профессионалов, профессионалов, которые здесь работают, это действительно очень классная возможность и путёвка в жизнь для молодого специалиста. Ну, очень трудно представить современную лучевую диагностику без цифровых технологий. Поэтому, пожалуй, нашей особенностью, особенностью нашей аспирантуры является акцент на цифровых информационных технологиях, на автоматизации на основе искусственного интеллекта, на радиомике, на цифровой трансформации, на новых организационных моделях, организации оказания медицинской помощи, вновь-таки на основе информационных технологий. После специалитета можно продолжить своё обучение и узнать какие-то новые для себя инсайты и получить возможность защищать кандидатскую на базе НПКЦ. В нашем центре сформирована целая экосистема для научной деятельности. На базе центра функционирует учёный совет, где проходят планирование тем диссертационных работ, апробация готовых диссертаций, заслушиваются промежуточные итоги. У нас есть научно-проблемная комиссия, которая помогает молодым соискателям подготовить аннотацию для планирования диссертаций. Приглашаем вас присоединиться к нашей научной команде. На самом деле у нас очень просто и очень интересно защитить кандидатскую диссертацию. Диссертация Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Привет, друзья! И сейчас мы поговорим с вами о других аспектах безопасности в отделении лучевой диагностики. Мы будем с вами собирать аптечку в течение следующих 60 минут. И часть этой аптечки позволит нам заботиться о наших пациентах, что бы с ними ни случилось, до, после и во время введения контрастного препарата. А часть этой аптечки поможет нам получить качественное исследование, лишенное артефактов в самом лучшем доступном нам формате. Итак, я представляю первого спикера. Это мисс Роб Ливонович Погосян. Вы видели его только что в предыдущей сессии. Если вы только что к нам подключились, по какой-то причине не видели сессию, которая была в эфире до этого, тегайте, точнее, жамкайте, как говорят наши коллеги, или жмите, или кликайте. В общем, все, что угодно делайте с кнопкой приобрести записи форума, которую вы видите под окошком трансляции. И посмотрите обязательно этот материал. Это было здорово. Мисс Роб, скажите, пожалуйста, что нам нужно запасти, и как это хранить для того, чтобы наше отделение лучевой диагностики было действительно безопасным для наших пациентов? Здравствуйте, друзья. Очень хотелось бы, чтобы в отделении лучевой диагностики все чувствовали себя в безопасности. И сотрудники, и пациенты. Поэтому я бы хотел сегодня акцентировать наше внимание именно на медикаментах. Мне кажется, довольно часто попадаются вопросы, и что же нам собрать. С чего же начать? Я вот предлагаю всегда обратиться. Есть приказ Министерства России по поводу оказания скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке. Да, приказ 2012 года, но рекомендую обратить на это внимание. Что же из большого списка препаратов, которые там указаны, наверное, стоит у вас иметь? Не все подряд, поверьте. Там есть препараты для расслабления мускулатуры, для седации. Но основное, что вам нужно иметь, это антихолинологический препарат, тропин, растворы для инфузии, адренергическое средство, эпинефрин, он же адреналин, глюкокортикостероиды, гормональные препараты, бронходилитирующие препараты, которые, мне кажется, все об этом говорят очень часто, ну и антигистаминные препараты. Здесь указаны именно те препараты с дозировками, которые указаны в приказе. Хочу небольшой экскурс, наверное, провести, для того, чтобы мы запомнили раз и навсегда, какой препарат для чего нам нужен. Первое, что мне всегда задают, можно ли, чтобы лаборант сам вводил препарат. Я вам всегда советую. Вы должны знать и уметь это делать. Но всегда в отделении лучшей диагностики ситуация должна быть под контролем. Это не отделение скорой медицинской помощи. У вас даже если происходит анафилоксия, поверьте, вы ведь ожидали, что такое может случиться. Поэтому это никакая не неожиданность. Наша задача быть подготовленным максимально. И самый главный препарат, всегда, который у вас в голове должен быть, это эпинефрин, он же адреналин. При анафилоксии его используют всегда внутримышечно. Внутримышечно 0,5 мг или 0,5 мл. То есть в одной ампуле содержится 1 мл препарата. Берем половину, разводим физиологическим раствором до определенного объема. И спокойно вводим внутримышечно. Куда вводим? В любое место, куда вам больше нравится. В бедро, в плечо. Кому как удобно. Здесь не принципиально. Главное, чтобы вы понимали. Вводим глубоко внутримышечно. Это первое, о чем нужно помнить. И так как препарат очень быстро вводится из организма. Очень быстро. Нет максимальной суточной дозировки. Потому что время полувведения препарата 2 минуты. И через 5 минут у вас практически ничего не остается. Поэтому вы спокойно можете каждые 5-10 минут вводить адреналин внутримышечно. Но я все-таки советую вводить в разные места. Потому что препарат вызывает спазм сосудов. И всасывание будет происходить все медленнее и медленнее. Поэтому ввели в одно бедро, потом в другое бедро, потом в плечо. Ну и так все-таки к этому времени к вам придет уже подмога в виде бригады реанимационной или скорой медицинской помощи. Мистер, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то ограничения по поводу того, как правильно хранить адреналин? Это должен быть холодильник? Как часто у него заканчивается срок годности? Нужно ли нам ставить ежемесячный чек-лист, заменить адреналин на новую партию? Обязательно. Большинство адреналина, которые хранятся, которые у нас в стране, должен храниться именно в холодильнике. Очень важно, чтобы вы знали точно, где у вас находится холодильник. Допустим, у вас есть укладка, где вы не можете хранить адреналин, потому что укладка не находится в холодильнике. Но у вас должна быть надпись прямо на укладке, что адреналин находится в кабинете, не знаю, в соседнем. Что у вас при открытии укладки вы точно знали, что вы за одну минуту сбегаете и заберете этот адреналин. Есть у нас также адреналин, который может храниться при комнатной температуре. Все-таки я рекомендую иметь в укладке адреналин, который в комнатной температуре можно легко хранить. И еще важно, чтобы у вас был лист контрольный, где указаны сроки годности препарата. И хотя бы раз в месяц вы просто просматриваете список. И очень удобно, вам не нужно каждый раз открывать коробку, смотреть в каждую ампулу. Тем более препаратов не так уж и много, поверьте. Что касательно адреналина. Следующий препарат, или группа препаратов, про которые я хочу говорить, это именно глюкокортикостероидные препараты. Мне кажется, после слова анафилоксия у 99% людей в головах сразу всплывает слово гормоны. Ну, не знаю, мне кажется, это либо та система обучения, которая в наши головы постоянно вкладывала эту информацию, что анафилоксия гормоны, анафилоксия гормоны. Но поверьте, препараты, глюкокортикостероиды и вообще любые другие гормональные препараты не действуют моментально. Для того, чтобы достигнуть какого-то эффекта, должно пройти определенное время. В отличие от адреналина, который действует моментально, сию секунды, да, он действует на готовые рецепторы. Здесь должен пройти сложный механизм, цикл. Поэтому всегда про гормоны думайте во вторую, в третью, в четвертую, в пятую участь. Но никак не сразу. Если у вас не анафилоксия, а вот ситуация просто аллергическая реакция обычная, кожная осыпь или что-то другое, или вы решили использовать в качестве премедикации, очень хорошо тоже можно использовать. Любые из гормональных препаратов. Ну, какие вам, наверное, нравятся или какие есть в наличии. Взрослым, детям, дозировки. Я рекомендую в чек-листе, в том же, с обратной стороны, просто записать еще и стандартные дозировки, которым используется данный препарат. И это будет для вас подсказка. В течение первых пяти минут вы можете просто просмотреть и спокойно вести препарат. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали относительно премедикации, упомянули. Я уверена, что в чате сейчас либо уже написали, либо сейчас напишут относительно, собственно, премедикации. Если мы понимаем, что у нашего пациента отягощенный аллергологический анамнез, следует ли заранее вводить ему какое-то количество гормонов для того, чтобы профилактировать таким образом возникновение анафилактической реакции? Или это не так? Знаете, очень интересный вопрос, и мне кажется, очень интересный для дискуссии. Во всем мире нету достоверно каких-нибудь исследований, подтверждающих, что премедикация убирает риски возникновения анафилактической реакции. Возможно, вероятно, что снижает, но недостоверно. Поэтому делать или нет, это на усмотрение каждого специалиста. Если спросят у меня, буду ли я делать или нет, я всем советую делать. Во-первых, если у пациента нет аллергии на сами эти препараты, то это будет, во-первых, спокойно пациенту, что вот ему что-то сделали, и это поможет ему. Это будет успокоительное для медперсонала, который будет считать, что вот они тоже предприняли какие-то действия для того, чтобы предотвратить возникновение анафилаксии. Но вы должны всегда знать, что риск возникновения анафилаксии и других инфузионных реакций все равно сохраняется. Поэтому сделали премедикацию, но все равно должны быть на чеку обязательно. Спасибо большое. И я бы хотела, прежде чем мы продолжим с сбором нашей аптечки для профилактики и анафилактических реакций, борьбы с ними, переадресовать тот же вопрос относительно премедикации Петрову Кириллу Сергеевичу. Кирилл Сергеевич специалист по компьютерной макберезонансной томографии медицинского центра Эребуни, Ереван, и также эксперт-рентгенолог российского онкологического центра имени Блохина. Кирилл Сергеевич, надеюсь, что я не ошиблась с вашим представлением. Скажите, как часто вам в вашей практике приходится выполнять премедикацию перед выполнением контрастного исследования КТ или МР пациентам с отягощенным анамнезом? При МРТ практически никогда. При КТ, пожалуй, что... Мисс Роб говорил уже, что действительно нету каких-то солидных доказательств того, что это будет эффективно. Однако в рекомендациях и в американских, и в европейских премедикация кортикостероидами упоминается. Единственное, что ее нужно проводить заблаговременно. То есть это как минимум начало должно быть за 12 или 13 часов по разным рекомендациям. Ну и повторное введение там через... за 2 часа где-то до исследования. Это нечастая история, но тут ключевой момент, что ее нужно назначать заранее. То есть если пациент уже к вам заявился и рассказал себе всякие неприятные подробности о своем анамнезе, то уже поздно, чтобы вводить карбон. Скажите, пожалуйста, Мисс Роб Леонович, как с хранением глюкокортикостероидов? Нужно ли нам здесь холодильник? Нужно ли нам вообще купить холодильник небольшой в отделении лучевой диагностики? Есть ли какие-то ограничения тоже по сроку хранения? Насколько часто нужно их обновлять в нашей аптечке? Единственный препарат из всей аптечки, который нужно хранить в специальных условиях в холодильнике – это адреналин. Все остальные препараты хранятся при комнатной температуре, абсолютно спокойно. И при этом контроль ежемесячный позволяет контролировать срок эксплуатации препаратов ежемесячно. Раз в месяц вполне достаточно, чтобы вы не пропустили. При этом вы спокойно изымнайте из аптечки препараты, которые приближаются примерно 2-3 месяца. Вы их отмечаете красным маркером, и вы знаете, что вам в ближайшее время нужно их изымнуть. Я все-таки рекомендую, чаще всего вы просто изымнайте, передаете в отделение, и от них забирайте препараты, которые имеют более приличный срок годности. Уверена, что сейчас все старшие рентген-лаборанты в нашем чате открыли календари и маркировали себе каждый первый понедельник рабочий месяца проверить аптечку, посмотреть в холодильник, передать препараты. Мне кажется, это будет очень хороший чек-лист для выполнения. Продолжаем? Следующий препарат, про который часто очень задают вопрос, атропин. Зачем он нужен и вообще для чего его использовать? Атропин используется только при брадикардиях. Если у пациента возникла какая-нибудь инфузионная реакция или пациент пришел исходно с брадикардией, и после введения препарата у него брадикардия усилилась, и то все равно я не рекомендую сразу браться за него и вводить. Всегда, прежде чем вводить атропин, я всегда рекомендую дать инфузию небольшую, хотя бы для того, чтобы восполнить объем жидкости. Я знаю, что в отделении лучевой диагностики перед контрастным исследованием часто проводят вводную нагрузку. Не всегда, но часто. Хотелось бы, чтобы это было более часто. Следующий препарат, про который я хотел бы поговорить, это, наверное, антивистаминные препараты. Самые часто обсуждаемые препараты. Все у них, у всех на слуху. Нет никаких преимуществ именно в антивистаминном эффекте у внутривенных препаратов. Вводите любой препарат, который вам нравится. Единственная разница, что у кого-то побочное действие в виде сонливости более выражен, у кого-то менее выражен. Но, поверьте, с точки зрения работы как антивистаминный препарат нет никакого значения. Можно использовать абсолютно спокойно, точно так же и в премедикации. И часто можно использовать при, например, ситуациях, когда у пациента возникает какая-нибудь кожная реакция. При этом только изолированная кожная реакция, несколько папул выскочил, или какая-нибудь маленькая крапивница. Спокойно можете ввести антивистаминный препарат и положить пациента или посадить под наблюдение. Вы упомянули только что относительно гидротации, относительно водной нагрузки в отделениях лучевой диагностики. Кирилл Сергеевич, насколько часто в вашем отделении лучевой диагностики вы выполняете эту манипуляцию или подготовку пациента? Я не буду отвечать на вопрос, насколько часто, потому что у меня нет статистики под рукой. Опять же, это достаточно редкая история. Но если она у вас есть в арсенале, если вы можете себе позволить пациента положить на койку в дневного стационара или в любом другом помещении, в процедурном кабинете его покапать несколько часов, в зависимости от препаратов. Это разная длительность. Если это просто физраствор, то это 6 часов. Если это гидрокопонат натрия, то это достаточно одного часа перед исследованием. То это просто повысит доступность исследования для пациентов. И это хорошо для всех. Клиника получает пациента, который мотался по всему городу и нигде не мог обследоваться. Пациент получает обследование, которое ему нужно для продолжения лечения. Вин-вин. Спасибо большое. Кстати, дорогие друзья, возможно, я забыла об этом сказать в начале сессии, но те, кто зададут самый интересный вопрос в чате, получат специальный приз по окончании этой сессии. Мы со спикерами выберем самый интересный вопрос, и вы получите промокод на скидку, который позволит вам приобрести с очень приятной ценой книгу в онлайн-магазине медицинской литературы. Так что включайте фантазию, пишите вопросы в чат. Мистер Плевонович, на чем остановились? Дальше о чем я хочу рассказать, это следующий препарат, который вы найдете в аптечке. Это физиологический раствор натрия хлорид. Рассроченный. Это старая презентация. И часто спрашивают, сколько можно пациентам капать. Поверьте, разброс очень большой, исходя из взрослых, это у вас ребенок, пожилой пациент, имеющий какие-то сопутствующие патологии или нет. Очень усредненно. Если брать, и у вас у пациента есть проблема с артериальным давлением, в виде препарата у него начинает снижаться артериальное давление, можете включить физиологический раствор и капать в течение 10 минут со скоростью 10 миллилитров на объеме, 10 миллилитров на килограмм с максимальной скоростью. Это вам даст время для того, чтобы дождаться помощи и расчехлить адреналин или еще что-нибудь. Что еще интересно, мне всегда задается вопрос, а можно ли лаборанту самостоятельно ввести физио-раствор? Если вдруг у пациента снижается давление, а доктора еще нет, они дозвонились до доктора, и может ли лаборант самостоятельно ввести физио-раствор? И я всегда обращаю внимание, а вот когда вводится контраст, ведь лаборант всегда вводит физио-раствор, верно? Особенно промывает контраст. Я думаю, что если не нужно там специального назначения, или назначение у вас уже есть, поэтому почему бы не использовать физио-раствор самостоятельно? Вот. Но в любом случае вы можете уточнить или согласовать с врачом-рентгенологом в том числе. Но поверьте, вводить физио-раствор спокойно, можно без страха. На что же еще стоит обратить внимание? Или что еще можно использовать? Есть клинические рекомендации. Российская ассоциация аллергологов и иммунологов совместно со Федерацией анестезиологов и аниматологов создали специальные клинические рекомендации по анофилактическому шоку. Прекрасные рекомендации. Это не приказ Минздрава, это клинические рекомендации. И это, наверное, самое лучшее, что есть на сегодняшний день по анофилактическому шоку. Что же можно взять отсюда? То, чего нету в противошоковом наборе. И то, о чем очень часто забывают. Потому что противошоковый набор, он предназначен для оказания помощи, когда у пациента анофилактический шок, снижение артериального давления. Но при этом анофилактическая очень часто может быть и в виде бронхоспазмов. А в данном случае мы можем иметь у себя в аптечке сальбутамол или генеталин в любом виде, аэрозоль для ингаляции, либо раствор для ингаляции через небулайзер в любом виде, который вам нравится. Главное, что это должна быть ингаляция. Используются обычно две дозы для взрослого пациента. Правильно тоже надо использовать его. Нельзя, например, просто пшикнуть в рот, использовать как освежитель лярта. Нужно очень важно его использовать правильно. То есть пациент делает выдох, и на вдохе вы делаете два пшика. Используйте две дозы для максимального вдоха. Для того, чтобы пациент мог получить именно аэрозоль в максимальной дозировке, которые дошли бы препараты именно до мелких бронхио. Очень важно иметь, и поверьте, это очень недорого стоит, совсем недорого. И любое отделение может себе позволить один-два запасных препарата у себя в отделении. И что же еще можно использовать для того, чтобы оснаститься по полной программе для защиты себя и своих пациентов? Это рекомендации Европейского Совета по реанимации, именно алгоритм оказания расширенной реанимационной помощи. Отсюда мы берем адреналин, все тот же, но теперь уже вопросы оказания помощи при остановке кровообращения. И напомню еще раз, когда у нас анофилоксия, мы вводим адреналин внутримышечно. Половину ампулы в разведении в небольшом. Когда же у нас наступает остановка кровообращения и начинается сердечно-логочная реанимация, используется все тот же адреналин, но уже внутривенно 1 мл или 1 мг. Опять же, удобная дозировка. Каждые 3-5 минут, напоминаю еще раз, адреналин можно спокойно вводить, очень быстро выводится из организма или очень быстро расщепляется, поэтому можно вводить до бесконечности. Итак, анофилоксия, низкое давление, пациент себя плохо чувствует, внутримышечно ввели адреналин спокойно, в дозе 0,5 мл внутримышечно в плечо или в бедро. Если пациенту стало совсем плохо, остановка кровообращения, сердечно-логочная реанимация, мы вводим адреналин 1 мл внутривенно каждые 3-5 минут. И еще один препарат, который тоже рекомендуется у себя иметь, это амиадарон, который тоже используется при сердечно-логочной реанимации, когда у пациента фибрилляция желудочков, работает бригада, проводит компрессии грудной клетки, дефибрилляция, и когда уже дефибрилляция неэффективна, дают пациенту болюстно, а потом уже в виде инфузии амиадарон. Эти препараты точно так же, что касается амиадарона, его точно так же можно хранить в аптечке, знать, зачем он нужен и когда он используется. И для того, чтобы оснаститься все-таки правильной аптечкой, все-таки используйте, пожалуйста, клинические рекомендации по анафилактическому шоку. Вот там есть приложение А3, вот там, где указано очень четко списком, что стоило бы иметь у себя в отделении для того, чтобы вы и ваши пациенты были в максимальной безопасности. Вот если вкратце рассказать, что же стоит у себя иметь, ну и еще хорошо бы иметь инструктора, который бы вас регулярно тренировал и проверял, что у вас все есть на месте. Мы поговорим буквально через пару минут, но давайте сначала ответим на вопросы из чата. Первый вопрос, у нас формат БЛИЦ, да? Короткий вопрос, короткий ответ. Первый вопрос, можно ли второй раз набирать адреналин из той же ампулы, остаток? Да, можно легко, если он у вас не падал, и вы на него не наступили. Одному и тому же пациенту меньше. Да, кстати, тоже. Это важно, если у вас две анафилоксии подряд, скорее всего, что-то идет не так. Это не ваш день. Это не ваш день, просто перестаньте выполнять сегодня исследование. Нужен ли или нужна ли аптечка или набор при ожогах и электротравмах в отделении лучевой диагностики? Кирилл Сергеевич, в вашем отделении есть такой набор? Нет, мы не жжем так сильно никого. Нет, я не думаю, что это имеет смысл. Скажите, пожалуйста, а где вы храните, собственно, свою аптечку? Ее можно хранить прямо рядом с КТ-томографом, то есть чтобы не бежать далеко, или в этом случае накапливается ионизирующее излучение, и каким-то образом препараты могут испортиться? Нет, никаких ограничений на этот счет нет, и препарат можно хранить прямо в процедурной томографа, и никаких проблем с этим я не вижу. А может, они, наоборот, заряжаются и более активными становятся? Я благодарю чат. Чат всегда, он просто чувствует тонко настройку модератора, и прежде чем я хочу задать какой-то вопрос, он сразу же появляется в чате. Вот сейчас спасибо большое за комментарий. Один из наших слушателей внимательных написал, что, наверное, самый дорогой, точнее, недорогой, или, может быть, самый дорогой, но уж точно самый эффективный способ бороться с любыми незапланированными, скажем так, как реакциями на введение контрастных препаратов, это приглашать реанимационную бригаду на каждое внутривенное введение чего бы то ни было в кабинете КТ. Мисс Рок Леонович, как вы считаете, это действительно поможет нам спасти пациента, это поможет нам успокоить пациента, или, наоборот, пациент, которому вводят контрастный препарат, реаниматолог считает, что что-то идет не так? В общем, прокомментируйте эту историю. Ну, единственный человек, который будет здесь абсолютно спокойный, это рентгенолог и лаборант, ну, может, лаборант, да, когда реаниматологи рядом. Есть действительно ситуации, когда присутствие реаниматолога очень не помешало бы. Ситуации, когда у пациента уже была анафилоксинка. В анамнезе не обязательно даже на контрастное введение. Возможно, на любое другое введение препарата, и пациенту обязательно нужно провести исследование. И вы имеете аллергическую настороженность. Да, здесь реаниматолог не помешал бы, чтобы был прямо рядом. И второй момент – это когда у пациента есть проблемы с дыхательными путями. Например, у него, ну, скажем, отек к венке, да, или операция на дыхательных путях отечная. Отек к венке у анамнези или прямо сейчас? Нет, 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 прямо сейчас, да. Например, вам нужно сейчас сделать верификацию. Я, поправьте меня, например, поступление с острым животом или с болями в животе, и нужно сделать контраст рентген брюшной полости с контрастом, например. У пациента отек к венке, или у него еще абсцесс, флегмоны на шее. В чем настороженность, да? Здесь любой небольшой даже отек дыхательных путей может привести к полному перекрытию дыхательных путей. Пациент просто задохнется. Поэтому, да, для того, чтобы реаниматолог успел оказывать помощь, желательно, чтобы он был рядом. Во всех остальных ситуациях, во всех, во всех, даже если пациент вам рассказывает, что он пьет вино и покрывается красными пятнами, или что от йода, мурит продуктов, ему становится дурно. Поверьте, реаниматолог вам ничем не поможет. Это слишком шикарно. Посадить реаниматолога на то, чтобы он смотрел, как вы красиво работаете. Хотя, может быть, где-то это приветствуется. Но, поверьте, реаниматологи превращаются в нечто такое вяленькое. И, возможно, когда нужна будет помощь, вы заметите, что он уже покрылся паутиной и заснул. Не стоит, не доводите реаниматолога от такого состояния. Мы, мне кажется, обсуждали это в самом начале, но, возможно, некоторые из наших слушателей присоединились к нашей трансляции чуть-чуть попозже, поэтому мне бы хотелось еще раз это зафиксировать. Даже если мы работаем в стационаре, и у нас буквально на соседнем этаже есть полностью укомплектованное отделение реаниматологии и интенсивной терапии, в момент, когда пациенту в кабинете КТ становится плохо, имеет ли право рентген-лаборант что-то делать, или он должен просто активировать кнопку вызова и в этой ситуации должен ждать, пока не прибежит бригада и не возьмет все на себя. Кратко по возможности. Кратко. Друзья, согласно приказу по скорой медицинской помощи, каждое отделение обязано оказывать скорую медицинскую помощь, экстренную медицинскую помощь. Любой. Вот в неотложной ситуации, в экстренной ситуации вы сами обязаны оказывать помощь. И реаниматолог нужен для того, чтобы вам помочь. А начать оказывать помощь – это ваша непосредственная обязанность. Это даже у вас в профстандарте прописано, это в приказах прописано, что это ваша обязанность – сохранить жизнь и здоровье пациента до прибытия реаниматологов. И реаниматолог не для того, чтобы прийти, провести анализ пациента. Он придет для того, чтобы оказать квалифицированные действия, высококвалифицированные действия. Поэтому начните вы, а дальше уже профессионалы придут и подходят. Мы собирались в саптном начале сессии комплектовать аптечку, а перешли, собственно, на алгоритм оказания неотложной помощи. Следующий вопрос. Кирилл Сергеевич, к вам. Давайте представим себе ситуацию, что рентген-лаборант один проводит КТ-исследование. Врач находится, скажем, в другом здании или на другом этаже, где описывает эти рентгеновские, то есть компьютерную фотографию КТ-исследования. И в этой ситуации кто будет таким вот второй парой рук, кто поможет рентген-лаборанту в случае возникновения какой-то острой ситуации? Нужно ли иметь какого-то помощника рядом? Как вообще сделать весь этот алгоритм действий для того, чтобы лаборант, работая один, четко понимал, как ему, оказавшись в такой нестандартной ситуации, действовать? Ну, это вопрос организации того, ну, того, как вы организуете призыв на помощь. То есть если у вас есть какой-то волшебный телефон, который написан красным маркером на стене и который, надо еще убедиться в том, что он работает, потому что я вот недавно попробовал воспользоваться таким экстренным телефоном, и он не так, чтобы там кто-то ответил прям очень быстро и вообще никто не ответил. Вот, поэтому, а, вы должны понимать, куда звонить, б, вы должны быть уверены в том, что там поднимут трубку, C, было бы неплохо, если бы у вас проводились какие-то тренинги по тому, как формировать команду для оказания экстренной помощи, и формируется она из тех, кто есть под рукой. Это может быть процедурная сестра, это может быть второй рентген-лаборант, если вы работаете в пультовой, где два лаборанта. Это может быть в том числе и регистратор или администратор или оператор, как вы его называете. То есть, в общем и целом, любые квалифицированные руки, которые хотя бы прошли какой-то минимальный курс по оказанию медицинской помощи, даже если они не прошли, но они не боятся вам помогать, в том числе звонить куда-то, дозваниваться, пока вы, может быть, заняты, не знаю, расчисткой дыхательных путей, набором физраствора, подключением, да, все равно нужно, чтобы кто-то звонил, все равно нужно, чтобы кто-то бежал, звал, регистрировал дату-время всего этого мероприятия, ну и так далее. То есть, ну, любые подходящие руки. Правильно я говорю, мистер? Как всегда. Мистер Плевонович, у нас есть три минуты для того, чтобы вы вкратце сказали, вот сейчас нас смотрят люди из совершенно разных стран, из разных регионов, из разных городов, из разных учреждений, маленьких, больших, амбулаторных, стационарных. Как организовать в своем отделении такой уровень боеготовности, чтобы каждый в нужный момент не растерялся и знал, что от него требуется, куда звонить, куда бежать и что вводить? Знаете, что можно сделать? Самое простое решение, которое я всегда советую попробовать. Выберите свободный час, забронируйте, чтобы у вас отделение было свободно. Приходите, вот ложитесь в КТ-кабинет, зажмите секундомер и начинайте звать на помощь. Вот это будет самое, ну, естественно, вы можете либо изображать страдания, либо договориться. Вы поверьте, пять таких тренировок или пять таких тестов вам дадут понимание того, насколько или где у вас самые уязвимые места. Очень сложно, даже просто проходя мимо, смотреть и так. Вы говорите, у нас есть укладка, у нас есть дефибриллятор, у нас есть 20 человек в отделении. Но поверьте, только с такими тестами, драй ранами, или называйте, как хотите, вы можете выявить слабые места. Когда у вас дефибриллятор есть, но он не подключен, и он у вас разряженный стоит, и вы не сможете им воспользоваться. Или аптечка есть, полностью укомплектованная, с дорогими инструментами, но она закрыта в кабинете старшей сестры, и вы не можете в нужный момент до нее добраться. Или у вас телефон, которому вы не можете дозвониться ни до какого отделения, и вы остаетесь один на один с пациентом. Поэтому проведите несколько тестов и только серьезно отнеситесь к этому. И только так вы сможете выявить самые слабые участки. И два раза в год. Достаточно одного часа каждому специалисту тренировки для того, чтобы отделение было максимальной боевой готовности. Если у вас есть сложности, вы не знаете, как это сделать. Всегда можно договориться с реаниматологами. Поверьте, реаниматологу будет намного лучше, если ваше отделение будет подготовлено. Если вы будете обращаться к ним по делу, когда уже действительно время пришло обраститься к реаниматологу, а не по каждому писку, когда пациент просто чихнул, и вы сразу начинаете звонить в отделение. Они с удовольствием помогут вам организоваться, может даже готовы провести для вас занятия. Но если у вас самих нет желания, нет понимания того, насколько это важно, насколько вы простыми действиями можете обезопасить себя, своих пациентов, никто, никакие начальники вам не смогут заставить. Но, с другой стороны, объединенные в профсоюз рентгенлаборанты могут заставить своего заведующего организовать такие курсы. Потому что вы являетесь, ну, знаете, первое звено линии обороны между пациентом и всей остальной системой в госпитале или в клинике. Поэтому вы, ваши действия первые 2-3 минуты могут кардинально лишить, будет жить пациент, будет ли он в безопасности или нет. Поэтому тренируйтесь периодически, задавайте вопросы и, поверьте, безопасность будет на очень высоком уровне. И налаживайте коммуникацию с реаниматологами, как и с клиницистами других отделений. Сейчас у нас вопросы перешли в чате в такое правовое поле, а может ли, а есть ли нормативно-правовые акты. Другие вопросы, соответственно, уже конкретно о том, какой препарат вы предпочитаете, в какое время суток. Поэтому мы двигаемся дальше и поговорим о той части аптечки, которая позволит нам получить качественное исследование. Кирилл Сергеевич, что нам нужно иметь под рукой для КТ и для магниторизационной сапмографии? Да, нам нужно иметь, на самом деле, не так много. И я остановлюсь на нескольких исследованиях, достаточно специфичных, потому что, к счастью, к большинству исследований специально как-то готовить пациента именно в отделении лучевой диагностики не нужно. И поэтому, если вы не делаете что-то из этого списка, то, возможно, оно вам и, в принципе, не потребуется в вашей практике. Но, однако, мы же не знаем, где мы будем работать завтра, как показывает опыт последнего времени. Может быть, там, куда вы перейдете работать в следующий раз, будут выполняться сплошняком только такие исследования. Итак, мы поговорим сегодня про исследование сердца, в частности, на КТ, про исследование малого таза на МРТ и про исследование тонкой и толстой кишки. Значит, если говорить про КТ сердца, то какой бы у вас ни был расчудесный аппарат с 128 срезами или с 256, или там их будет еще что-нибудь, два в какой-нибудь степени, да, там 512, все равно, чем ниже ЧСС у вашего пациента, тем качественнее будет картинка. Почему так происходит? Потому что, если мы с вами представим ЭКГ, то, ну, я думаю, не нужно здесь объяснять, где какие зубцы. Систол у нас заканчивается где-то к окончанию волны Т. И, соответственно, как в этот момент ведет себя объем желудочков, да, то есть как, какой объем занимает кровь в левом желудочке, в частности. И мы с вами видим, что объем достаточно драматически меняется. Естественно, в систол он уменьшается, на то она и систола. Но если мы посмотрим именно на динамику всего этого процесса, то увидим, что это достаточно такая горбатая вся история, да, то есть график постоянно гуляет вверх и вниз. Но есть в нем пара участков, где сердце лежит относительно неподвижно, там, где кинетика миокарда, она наименее выражена, а значит, там меньше шанс поймать артефакты. Это, как правило, конечно-систолическая фаза, ну, не как правило, в общем, два этих участка всего ВКГ, это, конечно, систолическая фаза, она всегда короткая, потому что, в принципе, систола, она не варьирует в зависимости от ЧСС, систола всегда одинаковая. То есть сердце расслабляется по-разному, а сокращается всегда одинаково, то есть уменьшается, как правило, теастола, а систола остается стабильной. И, конечно, диастолическая часть, вот там, где, собственно, наша с вами кривая, она более или менее находится ровной. Вот в этот момент у нас с вами есть в этот момент и вот в этот момент у нас с вами есть шанс сделать реконструкцию так, чтобы коронары были неподвижны. Ну и, соответственно, чем реже у нас будет ЧСС, тем длиннее будет вот эта вот конечнодиастолическая фаза, тем более комфортно мы сможем реконструировать, тем более качественные картинки мы получим. Не такие, как слева, а такие, как справа, преимущественно. Нам бы хотелось с вами видеть. И для того, чтобы уредить сердечный ритм, нам нужны бета-блокаторы. Как мы можем их с вами как и когда назначать? В тех случаях, когда ЧСС у пациента выше, чем целевая ЧСС для вашего аппарата. Так как у нас с вами сейчас секция про препараты, а не про аппараты, и не моя задача вам объяснять, как делать КТ-коронарографию, какие у нее особенности методики. Скажу так, у стандартного среднего аппарата 64-срезового со скоростью вращения трубки где-нибудь 0,3-0,4 десятых секунды наоборот. Целевая показатель ЧСС будет где-то 65. Ну, чем выше скорость вращения трубки, причем здесь мало влияет количество срезов, здесь именно частота вращения трубки критичнее. Чем она выше, тем вот этот вот минимальный порог будет тоже повышаться, но в целом, повторюсь, чем ниже ЧСС, тем лучше. Как мы можем применять с вами бета-блокаторы? Как они могут назначаться пациенту? Первый вариант это заблаговременная примедикация, исследование у нас с вами плановое, как правило, да, мы делаем его по записи, и, значит, пациент, скорее всего, кардиологический, он же не сам к нам попал, соответственно, у него есть какой-то кардиолог. Этот кардиолог по-хорошему должен бы ему назначить, ну, или по вашему, по вашей просьбе, или вы, когда пациент записывается к вам, говорите, что проконсультируетесь с кардиологом, и, пожалуйста, пускай он откорректирует вам накануне дозу бета-блокаторов, которые нередко пациенты и так в фоне принимают, так, чтобы она была повыше, с тем, чтобы вы пришли к нам на утро с более спокойным ритмом. Но, к сожалению, это в идеальном мире так работает, а в неидеальном мире, в котором мы с вами живем, зачастую приходится нам сталкиваться с тем, что пациент все равно приходит, вне зависимости от того, повысил он там все дозу своего конкора или нет, он приходится к нам с ЧСС выше, чем целевая, ну, или, например, мы там при нем начали безобразничать и там ругаться процедурная медсестра с лаборантом, лаборант с там ресепшеном, пациент все это видит, понимает, что происходит что-то непонятно, у него повышается ЧСС, в общем, нам надо с вами как-то все это дело урежать. Поэтому мы берем и вводим ему бета-блокаторы прямо в кабинете КТ. Для этого нам нужны короткодействующие бета-блокаторы, самый простой и удобный вариант это пропорналол, он же в народе анаприлин. Вы его, он выпускается по 10-40 мг, нам с вами удобнее дозировка по 40 мг, мы берем одну таблетку, кладем пациенту под язык, он начинает действовать достаточно быстро при сублингвальном введении, то есть он будет минут через 10 уже начнется его эффект и действует он около пары часов. Значит, он имеет не очень приятный такой вкус, от него не менее под языком, но ничего критичного в этом нет, если это каждый день не проделать, если каждый раз не закладывать под язык пропорналол, то ничего там со слизистой не случится, не сожжется она. В принципе, через 10-15 минут можно измерять ЧСС повторно, как правило, должно все сработать. Он еще к тому же оказывает некоторое седативное действие, такое мягкое, и в целом тоже снижает тревожность. Это такой, если не побочный эффект, то дополнительный. Это нам тоже, в общем, на руку. Второй вариант для смелых это метапролол во внутривенном введении. Чем это удобнее? Тем, что вы можете достичь эффекта не через 10-20 минут, если у вас там плотный прием, график аппарата достаточно такой сжатый, то металлок или метапролол позволяет при внутривенном введении достичь эффекта через 1-2 минуты. Как правило, он расфасован в ампулах по 5 миллиграмм и это 5-миллилитровая ампула. Мы вводим прям одну ампулу внутривенно, медленно, ну как медленно, просто не струйно, да, и ожидаем буквально минуту вторая, то есть это на приборе аппарату, пациент у вас подключен к ЭКГ, и вы сразу видите, как реагирует сердце. В принципе, можно повторять до максимальной дозы в 20 миллиграмм, выше не надо, то есть если с первой или второй дозы не сработало, и в общем целом это достаточно неплохо работает. К любому бета-блокатору, будь то внутривенное, будь то сублингвальное применение, у вас должна сначала такой пунктик возникать в голове, что нужно проверить противопоказания, и первым главным существенным противопоказанием к бета-блокаторам является бронхиальная астма, потому что таким образом вы можете спровоцировать пациенту на бронхоспазм и в общем потом заниматься не коронарографией, а лечением бронхоспазма. Также стандартных противопоказаний это брадикардия, синдром слабосинусового узла, при котором тоже бывает брадикардия, но в общем сами понимаете, что если у пациента браде, то мы ему в условиях КТ-Кавинета и не будем в своем уме назначать никаких петаблокаторов. Поэтому бронхиальная астма, если она есть, то пожалуйста не используйте эти препараты, а если все-таки вы ввели и у пациента развился бронхоспазм, то мы берем из аптечки сальбутамол и делаем, как говорил Месроп на предыдущем сообщении, пациент делает выдох и на вдохе над языком вы делаете ему два пшика и снимаете этот бронхоспазм. Главное, чтобы препарат этот у вас был. Еще из специфических препаратов, которые мы используем в рутине для визуализации коронарных артерий, это нитраты. Они нужны для того, чтобы расширить коронарное русло и тем самым улучшить, во-первых, кровоток в коронарных артериях. Таким образом улучшается и контрастирование в них, то есть буквально повышается плотность контрастов в коронарном русле. Лучше видны дистальные веточки. Ну и в целом во множестве исследований доказано, что с нитратами коронарка получается лучше, чем без нитратов. То есть можно без них, но с ними получается лучше. И, как правило, мы используем их не в виде таблеток, а, опять же, в виде спрея сублинквально. Как правило, дается две дозы взрослому пациенту, это 8 миллиграмм. Я встретил в литературе, когда готовился к этому сообщению, разные анализы, и есть разные мнения о том, когда нужно их водить. Но в самом свежем обзоре было написано, что применение нитратов за 10 минут дает лучшие результаты, чем применение нитратов за 2 минуты, то есть непосредственно перед началом введения контрастного вещества. Но я всегда работал по тому правилу, что чем ближе к исследованию я их введу, чем позже перед контрастом я введу нитрат, тем меньше вероятность, что у меня упадет, у пациента, точнее, упадет давление, и возникнет компенсаторное повышение частоты сердечных сокращений, которого мы как раз хотели избежать. Надо понимать, что после любых нитратов у пациента, особенно если он их до этого особенно никогда не применял, и это для него первое знакомство с препаратом, или это редкие какие-то эпизоды, то у пациента возникнет снижение давления, и может возникнуть головная боль. Опять же, специфических каких-то препаратов, антидотов для лечения головной боли у таких пациентов, к сожалению, нет, ее придется просто перетерпеть, а вам нужно для того, чтобы пациенту не... пациент знал, на что он идет, заранее это объяснять, ну вообще в целом полезно, когда вы подходите с каким-то шприцом или с каким-то ингалятором к пациенту, объяснить ему, что вы собираетесь с ним делать, и какие эффекты это потом возымеет, чтобы он потом, это не было для него неприятно, неожиданно. Будет здорово, если вообще в контакт-центре или администратор будет предупреждать об этом, чтобы пациент точно был во всеоружении. Головная боль достаточно быстро проходит, но ее придется какое-то время потерпеть. Прежде чем мы перейдем к МРТ-тазу, дорогие друзья, если вы используете подготовку хотя бы одним из перечисленных препаратов, который сейчас, о котором говорил Кирилл Сергеевич, и выполняете КТ-коронарографии у себя в отделении, пожалуйста, поставьте в чат плюс. Если вы выполняете КТ-коронарографии, но не готовите пациента никакими препаратами, поставьте в чат минус. Если вы не выполняете КТ-коронарографии, поднимите руки и ничего, не пишите в чат. Такой небольшой срез перед тем, как мы переходим к подготовке к магнитивной синтепографии. Послезавтра будет сессия по всяким историям по безопасности при КТ-коронарографии. По осложнениям даже, мне кажется, КТ-коронарографии. Да, по осложнениям. Так что приходите, будет интересно. Главную боль там мы разбирать не будем, но все остальное разберем. Итак, второе исследование и гораздо более частое, по крайней мере, в моей прошлой практике, чем КТ-коронарографии, это МРТ-таза. Это достаточно капризное такое исследование. Почему? Потому что требования к визуализации большие, нам нужно получить тонкие срезы, нам нужно получить их с хорошим разрешением, поэтому любое движение в области исследования будет снижать качество визуализации, таким образом нам нужно снизить перистальтику. И чтобы не получать вот такие некрасивые картинки, мы должны каким-то образом добиться того, чтобы перистальтики не было. Перистальтирует, как вы понимаете, чаще всего не мочевой пузырь, не матка, матка тоже, конечно, может, но у нее там гораздо более медленные идут сокращения, а ЖКТ. Именно ЖКТ, его активность нам нужно подавить. Второй момент это элиминация газа из кишки. Газ это враг диффузии, и если мы с вами посмотрим на изображение с газом и изображение без газа в прямой кишке, то артефакты дисторции на диффузии будут выражены существенно, если газа в кишке много. К тому же самому себе газ, он тоже провоцирует, так как он увеличивает объем ампулы прямой кишки, увеличивает давление на стенке, он провоцирует перистальтическую активность, там начинаются всякие позывы к метеоризму, ну и в общем все это не вносит спокойствие в наши с вами исследования. Как мы можем блокировать перистальтику или по крайней мере попытаться ее снизить? Первый такой народный способ, можно еще назвать его для бедных, но к сожалению в нашей действительности это наверное одно из один из таких немногих реально рабочих хоть как-то рабочих инструментов, это дротоверин, он же ножпа. Мы применяем его в дозировке 80 мг, то есть это две таблетки на среднего пациента, если пациент с избыточной массой тела, можно увеличить до трех. Как правило максимальная концентрация у него возникает через, достигается через 45-60 минут после перорального приема, соответственно где-то за это же самое время до исследования вы должны пациенту проинструктировать, что он должен принять препарат. Соответственно это будет где-то по дороге чаще всего, особенно если это мегаполис, то за час до исследования как правило пациент еще будет находиться в пути. И продолжительность действия препарата несколько часов, то есть вам вполне себе, если вам повезет и у этого пациента ножку будет эффективно, она к сожалению ее эффект не всегда такой предсказуемый и контролируемый, то в общем несколько часов у вас есть на проведение исследований. Но опять же, чем позже, тем будет хуже. Второй вариант это препараты противодиарейные, собственно их основная функция это снижение тоже перистальтики, блокировка перистальтики, они действуют тоже несколько часов, лучше принять их за пару часов до исследования, это одна таблетка пирамида внутри или под язык, они есть в разных формах, тоже достаточно неплохо уберет перистальтику. Ну и более дорогой, но более удобный для применения в клинике препарат это глюкогон, то есть это прямо аналог гормонального пептида, он называется, лекарственная форма называется глюкоген-гипокит, это, пожалуй, единственный препарат глюкогона, который я знаю доступен на нашем рынке, он все еще доступен в России, он поставляется в виде вот такого шприца с растворителем и флакона с порошком, вы, соответственно, разводите растворителем порошок, набираете обратно шприц, вводите его внутримышечно или подкожно, в инструкции написано, что еще можно вводить его внутривенно, я вам крайне не советую этого делать, потому что в этом случае повышение уровня глюкогона в крови будет очень существенная и реакция пациента будет очень-очень острой и неприятной, скорее всего, исследование вам провести не удастся. Значит, он вводится непосредственно на столе, потому что у него действие начинается практически мгновенно, то есть он начинает работать, опять же, через там одну-две-три минуты, то есть пока вы его введете, пока вы перецентруете пациента, заведете его в томограф, в общем, он уже начнет работать и он действует не очень долго, то есть его антиспазмолитическое, вот это спазмолитическое такое действие, оно продолжается, антиперистальтическое, но продолжается всего 20-30 минут, как правило, нам этого хватает для того, чтобы закончить наше исследование мартитаза или брюшной полости. Во многих центрах, кстати, в Европе или в Штатах это является стандартным, препарат глюкогон или бускопан парентеральный является стандартным при проведении мартитаза, они даже не смотрят, не пытаются делать исследования без него, просто потому, что понимают, что, скажем, 3 из 4 исследований получаются лучше с этими препаратами, чем без них, поэтому, чтобы не тратить время, идет работа сразу с такими препаратами. В нашем с вами случае это может быть такой выход из ситуации по требованию, когда вы видите, что пациент уже лежит на столе, время его уже идет, вы уже сделали там первый обзорный сагитал, видите уже, что получилось плохо, у вас есть два варианта, или снять пациента и потерять время, которое было на него выделено, потерять, соответственно, деньги, которые вы могли бы заработать, или в это время могли бы принять другого пациента, или попытаться доподготовить этого пациента прямо на столе. Я считаю, что экономически целесообразно использовать даже относительно дорогой препарат, его стоимость где-то около 10 долларов плюс-минус за одну дозу, да, это достаточно дорого, но, повторюсь, это дешевле, чем снять пациента и вообще не заработать ни копейки в этот временной слот и просто потерять его. Эффект у него вот такой, совершенно такой потрясающий и ошеломляющий, то есть он прям намертво блокирует перистальтику. Это, кстати, исследования ЖКТ являются показанием для его применения, то есть это не оффлэббол, было какое-то применение, это прямо у него написано в инструкции, что для рентгенологических исследований ЖКТ можно применять глюкогон, так что это будет действие строго в соответствии с инструкцией. К сожалению, этот препарат не лишен побочных эффектов и их коварство в том, что они развиваются нередко спустя несколько часов, то есть когда пациент уже дома, это может быть слабость и тошнота и головокружение, чаще всего тошнота. Связано это с тем, что все-таки это препарат глюкоген, то есть он стимулирует повышение в крови глюкозы, в ответ на это вырабатывается инсулин, вырабатывается еще ряд пептидов, все это вместе оказывает выраженное антиперистальтическое действие, которого, собственно, мы и добивались, но побочным эффектом является то, что моторика ЖКТ и желудка в том числе нарушается, поэтому было бы здорово, если пациенты ваши перед исследованием приходили к вам с пустым желудком, потому что если он наестся мясом перед МРТ таза, что в общем само по себе не критично, но если в сочетании с вот такой блокировкой перистальтики, то это может вызвать и тяжесть в животе, и тошноту отсроченную, поэтому желательно, чтобы в желудке ничего такого долго переваривающего все не было. Из противопоказаний к нему достаточно такие редкие заболевания, это известно фиохромстома, инсулинома и глюкогонома, в общем, это далеко не частая история, поэтому я бы не сказал, что круг пациентов, в котором с ним можно работать, он достаточно узкий, это его можно применять широко. Вторая цель, которую мы преследуем, это убрать газ из кишки, и у нас с вами есть два препарата для этого, два вида препаратов, первые, это препараты, которые снижают газообразование за счет уменьшения поверхностного натяжения, к ним относится эспумизан, всем хорошо известный, его нужно использовать где-то в течение хотя бы дня, можно двух суток до начала исследования, по две капсулы три раза в день он принимается, и таким образом снижается вот это вот пенообразование, пузырьки становятся меньше и легче проскакивают через ЖКТ. второй вариант это микроклизма, опять же, если вы точно понимаете, что вам нужна, например, как воздух нужна диффузия, когда это? Ну, во-первых, в тазу это практически всегда, но особенно, когда мы имеем дело с пациентами на рестадировании, то есть на оценке эффективности лечения пациентов с раком шейки матки или раком прямой кишки, да, как раз или или простаты, да, или любое исследование простаты, там, где диффузия, это прям краеугольный камень, в этом случае микроклизма, я считаю, это маста, и не нужно прям даже дожидаться первого сагитала, потому что это потеря времени, в отличие от глюкогона, ее нельзя ввести прям на столе аппарата, ее нужно, для этого нужно пациента снимать, отправлять в туалет, это все занимает время, вот, поэтому его нужно применять или перед выходом из дома на исследование, или перед самим исследованием, но, опять же, нужно забюджетировать это время, чтобы пациент пришел заранее, то есть он должен быть в клинике минут за 40, пока он разденется, пока подпишет бумажки, ему выдадут микроклизмы, он сходит в туалет, она через минут 10 только сработает, ну, в общем, на все это нужно время, но, если вы потратите это время, то вместо вот такой пустой картинки на диффузии при наличии газа какой-то в этом случае, вы получите вот такое красивое информативное изображение в отсутствии газа в прямой кишке, всего лишь одна микроклизма, смотрите, какие происходят чудеса. Ну, и напоследок, коротко про препараты для подготовки кишки к исследованиям ЖКТ, но уже верхнего этажа, не прямой кишки, а именно ободочной и тонкой. Если мы делаем КТ-колоноскопию, или по какой-то причине вы хотите посмотреть тонкую кишку, толстую кишку чуть более детально, то имеет смысл полностью очистить просвет толстой кишки. В таком случае вам не избежать той же самой подготовки, абсолютно то же самое, что и перед традиционной эндоскопической колоноскопией. То есть у нас препараты или какой-нибудь полиэтиленгликоль, вроде Фортранса или Лавакола, которые разводятся в большом количестве воды и принимаются накануне исследования, и утром перед исследованием пациента возникает обильная диарея, и этим самым достигается очистка просвета. Ну и важно здесь, что в последнюю порцию, в последний литр этого раствора мы просим добавлять пациентов 40-50 мл контрастного вещества, не обязательно никакого специального трозографа или урографина, можно любой контрастный препарат, который у вас есть, с которым вы работаете, водорастворимый, просто добавить его в этот литр, и таким образом мы достигаем так называемый фикл теггинг, то есть это разметка резидуального содержимого в ободочной кишке, оно в любом случае, к сожалению, какое-то останется, но по крайней мере оно будет помечено белым цветом, и вы поймете, что это не какой-то полип, а именно остатки стула. Ну и есть комбинированный препарат МВИПРЕП, там чуть меньше объем жидкости, то есть он более комфортно пациентами переносится и вызывает, в общем, примерно тот же самый эффект, но эндоскописты на него некоторые жалуются, то есть для них качество оценки, качество подготовки не всегда бывает оптимальным. В общем, это зависит от вас, какой тип подготовки, важно, чтобы вы понимали, и чтобы пациент был проинструктирован. Ну и такое достаточно экзотическое исследование, но тем не менее, если вы его проводите, то готовиться к нему надо, это МРТ тонкой кишки. К МРТ тонкой кишки у нас одна цель, это расправить, полноценно расправить на всем протяжении тонкую кишку, так, чтобы расправился весь просвет, и мы нормально могли визуализировать изменения стенки, наличие каких-то воспалительных или фиброзных изменений при воспалительных заболеваниях кишечника. Значит, для этого нам с вами требуется первым делом напоить пациента обильным гипертоническим раствором, но только не солевым раствором, а чем-то более нейтральным пациента так, чтобы вода не всосалась в тонкой кишке, а всасывание воды это один из основных, собственно, одно из основных свойств тонкой кишки, его нужно каким-то образом блокировать, поэтому мы даем пациенту, если, опять же, в дешевом варианте, то это сорбит, обычный пищевой сорбит, можно купить там в любой аптеке, он продается прям большими мешками, ну и, собственно, здесь такая достаточно большая дозировка, то есть это две трети в чашке, прям он хорошо растворяется, и вот эти вот литр-полтора вы даете пациенту принимать дробно, равными порциями, прям он приходит за час до исследования к вам, и последние 60 минут он все это дело употребляет. Или, как вариант, те же самые полиэтиленгликоли можно также развести на один литр воды и также дать пациенту выпить. Надо понимать, что у пациента в конечном итоге разовьется диарея, что после сорбиты, что после полиэтиленгликоли, об этом, опять же, должен быть пациент предупрежден, чтобы не было так, что вы им провели ему КТ энтерографию, он счастливо уехал домой и по дороге где-нибудь в пробке его застала вот эта неприятность. С МРТ это возникает реже, просто потому что само по себе МРТ длится гораздо дольше, соответственно, диарея, как правило, наступает уже к концу исследования. Также в литературе рекомендовано использовать прокинетики для того, чтобы прям с первой порции вот этого раствора выпить метоклопромид, и он позволяет более активно распределяться по кишке препарату. Ну и обязательно перед контрастной частью исследования, так как там Т1 последовательность, они достаточно чувствительные, если мы говорим про МРТ, для КТ это неактуально, вводить, опять же, ингибитор перистальтики, потому что на фоне вот такого активного поступления жидкости в просвет кишки будет возникать жуткая перистальтическая активность, соответственно, шанс на то, что у вас получится контрастное изображение все в артефактах очень высок, поэтому ближе к наступлению контрастной фазы нужно обязательно ввести ингибитор перистальтики. Остальные Т2 изображения не менее чувствительны к этому, поэтому там это не так критично. Ну и под конец несколько советов по тому, как лучше это все обустроить. Во-первых, вы вводите немного препаратов, помимо контрастного препарата, инструкцию, которым вы должны знать хорошо, вот изучите еще инструкции к этим препаратам, которым мы с вами должны пользоваться. Это касается и лаборантов, и врачей-рентгенологов. Имейте план действий на случай побочных реакций, пожалуйста, обязательно объясняйте пациентам возможные побочные эффекты и составьте четкие схемы подготовки, понятные и персоналу, и пациентам, что самое главное. Вот пример такой четко прописанной схемы перед вами, вы можете составить что-нибудь подобное на свой лад, высылать это пациенту в виде ссылки на мессенджер или в электронную почту, или что-нибудь в таком духе, ну и это повысит комплаенс и подготовленность наших своих пациентов. И на этом все. Кирилл Сергеевич, у нас есть два коротких вопроса, просто 30 секунд на вопрос, 30 секунд на ответ. Ананасовый сок при энтерографии, пить или не пить, хорошо ли это? Можно пить, хуже от этого не будет, но, опять же, при мр-эндерографии или при... При мр-эндерографии? Нет, он, кстати, при мр-эндерографии он уберет жидкостные сигналы на Т2, и, наверное, это будет не очень хорошо, поэтому я бы не советовал этого делать. Можно ли глюкогон вводить при диабете? Да, можно глюкогон вводить при диабете. Единственное, что, опять же, если это пациент, у которого сахар под контролем, то ничего критичного в этом я не вижу, но если у вас есть сомнения, посоветуйтесь с вашим эндокринологом или пускай пациент посоветует со своим эндокринологом. И последний вопрос, который я, обладая правами модератора, назначаю самым интересным вопросом этой сессии, и его автор Светлана Кочетова получит от нас индивидуальное письмо с промокодом на приобретение книги со скидкой в онлайн-магазине медицинской литературы. Итак, через какое время после КТ-исследования живота или таза с контрастом можно проводить МР-исследование также с контрастным препаратом? Следует ли выжидать? Мы говорим именно об абдоминальной или тазовой области. Будет ли какая-то контоминация от КТ-контраста при МР-исследовании? КТ-контраст никак не влияет на контрастность на МРТ, а вот наоборот может повлиять. Но в совершенно небольшой степени в чашечной лоханочной системе почек вы на КТ можете увидеть ранее введенное годолиневое контрастное вещество. Поэтому, если вы планируете обследование абдоминальной области и почки в том числе вас каким-то образом интересуют или на КТ, я имею в виду, то имеет смысл в этом случае КТ сделать сначала. Во всех остальных случаях не принципиально, как комбинировать эти препараты. Спасибо большое, дорогие друзья, спасибо за вашу активность в чате. Обратите внимание, как много коллег поставили плюсы на мой вопрос относительно того, применяют ли они дополнительные препараты при выполнении КТ-коронарографии. То есть это не только какая-то теоретическая информация, которая исходит от спикеров, но много людей по всей стране и за ее пределами готовят пациентов для того, чтобы получить классное изображение на КТ-коронарных сосудов. Оставайтесь с нами, мы встретимся с вами через 8 минут, и это будет сессия, которую ждали и просили все. Когда мы отказываем пациентов с различными металлическими имплантами, если у лаборанта есть какой-либо металлический имплант, может ли он работать в определенном контексте на МРТ, обо всем этом мы поговорим в интерактивном формате через 8 минут. Налите себе чаю и возвращайтесь к нам. Поехали! Этого саммита, то, что он проводится в достаточно необычном формате, он живой, он интерактивный, он интересный, он не скучный, поэтому все люди, которые находятся здесь, найдут себе секцию либо встречу по своему вкусу. Это один из крупнейших конгрессовых в России. Я думаю, что таких нет, даже сравнивать меньше. Без клинической лабораторной диагностики никакой медицины существовать не может. Впервые на таком большом мероприятии как клиницисту особенно приятно на сегодняшний день быть. Поэтому то, что вот здесь в одном месте собрано столько специалистов разных специальностей крайне важно. В рамках диагностического саммита проходил Российский конгресс лабораторной медицины, который также оправдал надежды профессионального сообщества по повышению компетенции всех участников мероприятия. Моё личное впечатление о форуме это, конечно, замечательное мероприятие, которым я мог наконец-то увидеться с коллегами, которых не видел длительное время. К нам приехали коллеги из-за рубежа, которых мы также не видели из-за пандемии довольно-таки долго. Мы с огромным удовольствием провели вместе время, пообщались и вспомнили все наши предыдущие конгрессы. Очень много интересных секций, очень много нового, очень много фундаментального, прикладного, встречи друзей, встречи единомышленников. Сегодняшний саммит набрал огромное количество реальных присутствующих людей. Большая выставка, удивительная, насыщенная, большая программа, в которой много диалогов, споров. Тем не менее, вся наша деятельность, в том числе все обсуждения, которые были на этой конференции, направлены на улучшение защиты здоровья жителей столицы и дальнейшее развитие лаборатории службы городов. Я хочу сказать, что это был праздник, это был праздник для нашей команды. Это невероятный адреналин. Так круто было видеть вас. Это живая энергетика, ни один онлайн, конечно, ее не заменит. Дорогие друзья, как приятно снова всех увидеть вживую, встретиться с коллегами, обсудить насущные проблемы. И, безусловно, вот такой конгресс, такое мероприятие, это настоящий праздник, наверное, для души, потому что по масштабу сегодня он уже, наверное, превосходит любые европейские конгрессы. У команды организаторов российского диагностического саммита сложилась привычка, привычка к победе. Саммит проводится второй раз, но первый раз на нем мы обсудили такую специфическую, совершенно новую проблему, как автономный искусственный интеллект. Конечно, уникальное, масштабное мероприятие, поистине междисциплинарное, которое объединяет две больших ветви диагностики. Это лабораторная диагностика, и лучевая диагностика. Я желаю нашим доторам и мероприятию, российскому диагностическому саммиту успехов, удачи и долгих-долгих лет функционирования. И мы это сделали. Залы по ультразвуковой диагностике и студия для мастер-классов просто ломились от служителей, а значит, мы все сделали правильно и вам понравилось. Но еще, это значит, что нам будет очень сложно в следующий раз сделать такую программу, чтобы вам было интересно снова, вы были удивлены. Действительно, самое крупное мероприятие в клинической лабораторной диагностике, замечательная выставка. Субтитры сделал DimaTorzok Это уже второй саммит. Он впитал все лучшее, что было в первом саммите, который был в октябре прошлого года. Например, выставку с четко понимающими поиском интересующих вам фирм и приложением саммита. Очень большая номенклатура компании, очень большая номенклатура решений для диагностики. И в этом смысле кажется, что все можно не успеть за два дня. Очень рад вас всех приветствовать на этом замечательном саммите, который проходит очень насыщенно, живо, интересно, замечательная научная программа. Грандиозный успех, полные залы, участие врачей клинических специальностей и, конечно же, традиционно, успешность мероприятия обуславливает то, что все сессии, все секции строго клинически ориентированы и полезны врачам, которые работают каждый день на амбулаторном либо стационарном приеме. У нас было на площадке почти 11 тысяч человек со всей страны. 26 стран приняли участие в мероприятии. Мы развиваемся, мы растем. Спасибо вам большое за участие. Ждем вас в 2023 году. Ура! Я благодарю всех организаторов, всех спикеров. Я рад, что вы пришли. Я благодарю тех, кто пришел. И я хотел бы, чтобы это стало доброй нашей традицией. Спасибо всем, кто участвовал в 2022 году в саммите. Приглашаем всех к саммитам 2023. Давайте наполним его интеллектуальным, научным, эмоциональным саммитам. Давайте сделаем его интересным саммитом. Будьте здоровы и счастливы. Мы ждем вас. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, если вам, как и мне, сейчас немного взгрустнулось от онлайн-формата и захотелось принять участие в чем-то таком мощном и очном, о чем только что был наш промо-ролик, то фиксируйте даты в календаре с 6 по 8 октября в Москве в Крокус-экспо. В этом году пройдет новый РДС. Он будет еще лучше прежнего. Мы над этим работаем. Напишите, пожалуйста, в чат, какие темы для рентген-лаборантов вам было бы интересно там услышать, в каких мастер-классах поучаствовать. Мы обязательно возьмем это на заметку. А сейчас мы переходим к теме, которую, наверное, ждали больше всего, потому что мало какая тема вызывает так много вопросов. Рядом со мной Александр Анисимов, эксперт по применению МР-оборудования, руководитель службы рентген-лаборантов, если так можно сказать, в МР-отделениях компании «Тонус», Нижний Новгород. И Александр является экспертом по заготавливанию сложных задачек, по паре из которых мы сегодня пройдем. Я предлагаю следующий формат взаимодействия. Мы будем давать вам вводные, вы будете голосовать в чате, как бы вы поступили в этой ситуации, делать пациенту исследование или нет, опасно это или безопасно. И дальше мы, собственно, будем объяснять, точнее, Александр будет объяснять, а я буду передавать вопросы и комментарии с чата о том, как на самом деле должны были развиваться события. Поехали. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как уже сказала Ирина Анатольевна, мы поговорим о МР-безопасности пациентов и персонала при наличии пассивных имплантированных медицинских изделий. И в своем докладе мне не хотелось бы ограничиваться простым списком того, что мы можем сканировать, а что нет. На мой взгляд, крайне важно понимать источники опасности, которые присутствуют в МРТ, и как эти источники опасности действуют на каждый конкретный имплант. Трудности в оценке рисков в магнитно-резонансной томографии во многом связаны с тем, что для получения изображений применяются целых три источника энергии, в отличие от других модальностей. И все вы их знаете. Это, во-первых, постоянное магнитное поле, B0, которое формирует макроскопическую намагниченность. Это радиочастотное магнитное поле, поле B1, которое применяется для возбуждения протонов в ткани. И переменное градиентное магнитное поле, DBDT, которое в первую очередь применяется для пространственного кодирования сигнала. А для каждого из этих источников энергии существуют свои собственные риски для имплантированных медицинских изделий. И для каждого из них есть зоны наибольшего риска. Поэтому знание этих зон критично важно при планировании МРТ-исследований. И прежде чем продолжим, я предлагаю ответить на первый вопрос. На мой взгляд, достаточно простой. Какие виды электромагнитных полей воздействуют на рентген-лаборанта при выполнении МРТ-исследований? Мы сейчас запустим опрос. Коллеги, обратите внимание не на пациента, а именно на рентген-лаборанта. Да, на рентген-лаборанта. Вариант номер один это постоянное и радиочастотное магнитное поле. Вариант номер два только постоянное магнитное поле. И вариант номер три все три вида электромагнитных полей. Каждый, кто хоть раз в жизни решал тестовые задания, знает, что варианты ответов все перечисленное верно или все перечисленное неверно скорее всего будут правильными. Но, возможно, это не тот случай. Возможно, мы оказались хитрее. Итак, дорогие друзья, я вижу, что уже появилось голосование. Выбирайте, какой вариант вам больше по душе. И скажите, Александр, пока у нас голосует аудитория, как часто вам приходится сталкиваться с ситуацией, когда у рентген-лаборанта есть какой-то металлический или электромагнитный имплант, с которым приходится по-новому выстраивать свою работу? Честно говоря, мне не приходилось встречаться. В нашей клинике такого нет. Но я думаю, что такие ситуации существуют, и об этом тоже важно помнить, так как в процессе проведения МРТ-исследований на рентген-лаборанта также воздействуют определенные силы. Я вижу результаты опроса. Некоторые из вас решили писать дополнительно и в чат после того, как проголосовали. И большинство, конечно, выбирает вариант все виды полей. Но на втором по популярности месте вариант ответа номер два, и это радиочастотное магнитное поле. Итак, что же на самом деле, с чем мы работаем? Ну, на самом деле на лаборанта воздействует только постоянное магнитное поле. В данном вопросе мы говорим о том, что лаборант у нас не находится в комнате сканирования, так как только постоянное магнитное поле присутствует всегда, независимо от того, включен аппарат, выключен, работает он, не работает. В отличие от переменных радиочастотного и градиентных магнитных полей, они присутствуют только во время сканирования. Поэтому здесь правильный вариант ответа номер два. постоянное магнитное поле воздействует на ремьен лаборанта при выполнении МРТ-исследований. Чуть подробнее о каждом потенциальном источнике опасности и начнем мы непосредственно с постоянного магнитного поля, которое, несомненно, является самой главной и самой серьезной угрозой для пациентов и персонала. И, к сожалению, на фоне такой очевидной и достаточно мощной угрозы многие забывают о других потенциальных источниках опасности, что, конечно же, недопустимо. Постоянное магнитное поле мы можем разделить на две действующие силы. Это, собственно, само постоянное магнитное поле B0 и пространственный градиент постоянного магнитного поля, обозначаемый как DBDX или DBDZ в разных источниках. Я прошу не путать термин пространственный градиент постоянного магнитного поля с переменным градиентным магнитным полем, которое меняется во времени. Пространственный градиент магнитного поля во времени не изменяется. Он отражает изменение напряженности магнитного поля с расстоянием. То есть, то, насколько быстро меняется напряженность магнитного поля при удалении или приближении к изоцентру магнитного поля. Для чего нам знать о пространственном градиенте? Все дело в том, что именно он во многом отвечает за эффект притяжения фермогнитных объектов и чем сильнее пространственный градиент постоянного магнитного поля, тем сильнее эффект притяжения. На данном слайде мы видим пространственное распределение градиента постоянного магнитного поля. Мы видим, что максимальных значений он достигает у входа в тоннель по внутренней поверхности томографа с обеих его сторон и далее по направлению к изоцентру магнитного поля он резко убывает и в изоцентре магнитного поля пространственный градиент магнитного поля равен нулю, собственно, как и эффект притяжения фермогнитных объектов, как это не было бы странно. Однако в изоцентре магнитного поля максимально другой эффект, эффект вращения или крутящий момент, за который уже собственно ответственен ответственно постоянное магнитное поле В0. Эффект вращения это стремление фермогнитных объектов выровняться вдоль линии магнитного поля, и чем сильнее напряженность магнитного поля, тем сильнее эффект вращения. И еще одной силой, о которой мы поговорим в связи с постоянным магнитным полем, является эффект ленца. Эффект ленца возникает при движении любых электропроводящих материалов в магнитном поле, не обязательно феромагнитных. При движении электропроводящих материалов в магнитном поле возникают вторичные электрические токи, которые, в свою очередь, формируют магнитные поля, направленные против движения объекта, которые стремятся вытолкнуть этот объект из магнитного поля. Чем сильнее скорость движения, чем больше объект и больше его электропроводимость, тем сильнее выражен эффект ленца. И, пожалуй, эффект ленца будет даже более актуален для персонала, чем для пациентов, так как стол при движении двигается довольно-таки медленно, в отличие от персонала, который перемещается рядом с томографом достаточно быстро. Да, и поэтому мы здесь можем четко говорить о том, что безопасность пациента не всегда равна безопасности персонала. Какая сложная у нас СМР-система. Она одновременно и притягивает в большей степени по краям тоннеля, и отталкивает при движении стола, и еще и ротирует в центре стола. С какими силами приходится работать рентген-лаборант и сталкиваться пациенту? Да, и все это, конечно, необходимо учитывать. Это только постоянное магнитное поле. Следующий потенциальный источник опасности — это радиочастотное магнитное поле. И уже в отличие от постоянного магнитного поля, радиочастотное магнитное поле присутствует только во время сканирования. И основным вопросом его безопасности является нагрев тканей пациента и имплантированных медицинских изделий. Крайне важно понимать, что любой электропроводящий материал, неважно, ферромагнитный он или нет, способен нагреваться. Поэтому любой металл под воздействием радиочастотного поля может нагреться. Распределение радиочастотного магнитного поля будет зависеть от конструкции радиочастотной передающей катушки, однако в большинстве случаев она вмонтирована в тоннель томографа, и максимальных значений радиочастотное магнитное поле достигает радиально по краям передающей катушки, и затем она убывает по оси Z. Однако стоит помнить о том, что размер передающей катушки не покрывает всего тоннеля, а размер ее приблизительно 50 см, и она установлена так, чтобы создавать равномерное возбуждение в области изоцентра магнитного поля. И как только мы удаляемся по направлению оси Z на 30-35 см, величина радиочастотного магнитного поля падает практически до нуля. Что касается радиочастотных ожогов, то они могут создавать до 2 третий всех клинически значимых случаев, связанных с МР-безопасностью, и в этом плане наиболее опасны предметы, которые вытянуты вдоль линии магнитного поля, такие как электроды и провода, так как они выступают в качестве антенны, концентрирующей электрический ток. Также стоит обратить внимание на импланты, чей размер составляет примерно половину длины радиоволны. Для атомографа 1,5 Тесла это приблизительно 26 см, для атомографа 3 Тесла это 13 см. Наконец, переменное градиентное магнитное поле. Так же, как и радиочастотное магнитное поле, оно присутствует только во время сканирования, и основным вопросом безопасности здесь будут шум во время сканирования, стимуляция периферической нервной системы, а также нагрев имплантированных медицинских изделий. В отличие от радиочастотного магнитного поля, максимальных значений переменное градиентное магнитное поле достигает за пределами зоны сканирования приблизительно в 30-35 см от изоцентра магнитного поля и также близко к краям тоннеля. По направлению к изоцентру магнитного поля величина переменного градиентного магнитного поля резко убывает, и в самом изоцентре его значения равны нулю. Что касается стимуляции периферической нервной системы, то она обычно выражается в незначительном покалывании кончиков пальцев рук и ног. Как правило, это не вызывает каких-то болезненных ощущений. Максимально этот эффект проявляется за пределами зоны сканирования. Однако необходимо помнить о том, что металлические импланты могут усиливать этот эффект. Градиентный нагрев, в отличие от радиочастотного нагрева, более характерен для крупных имплантированных медицинских изделий, таких как эндопротезы, и, опять же, этот эффект будет больше проявляться за пределами зоны сканирования приблизительно в 30-35 см от изоцентра. И в отличие от радиочастотного нагрева, при котором нагреву подвергаются в том числе и сами ткани пациента, градиентному нагреву подвергается материал импланта, и уже от самого импланта нагревается ткань пациента. Ну и в целом, стоит сказать, что вопросы градиентного нагрева чуть менее актуальны, чем вопросы радиочастотного нагрева. Александр, давайте еще раз формулируем для тех коллег, которые сейчас задаются таким же вопросом, как я. Предположим, наш рентген-лаборант перенес операцию по трансплантации, по замене тазобедренного сустава, и он понимает, что, собственно, сейчас он является носителем достаточно крупного металлического объекта, пускай даже МР-совместимого. Следует ему отказываться от работы в МР-кабинете, или это для него совершенно безопасно? Для лаборанта это совершенно безопасно. Единственным ограничением, как я уже говорил, может быть скорость перемещения лаборанта вблизи отверстия сканера, чтобы минимизировать возможные силы ленц. Современные эндопротезы тазобедренных суставов изготовлены из слабоферромагнитных или неферромагнитных материалов, и здесь мы не ожидаем каких-то проблем, связанных с притяжением данного протеза. То есть работу можно не менять и оставаться... Работу можно не менять. Главное, медленно и плавно передвигаться рядом, особенно по краям гендри или по краям тоннеля магнита. Прежде чем перейдем к следующему слайду, не могу не отметить большой ажиотаж, который вызвал вопрос МР-совместимых электрокардиостимуляторов в чате. Краткая ремарка, прежде чем мы двинемся дальше. Дорогие друзья, сейчас действительно появились МР-совместимые электрокардиостимуляторы. Об этом знают пациенты, об этом знают кардиологи. Наличие у пациента МР-совместимого кардиостимулятора не дает ему возможность проходить в любое время суток без предварительной подготовки МР-исследования. До такого МР-исследования стимулятор должен быть переведен в безопасный режим. Обычно это делает сертифицированный аритмолог. И, соответственно, после того, как у пациента будет проведено МР-исследование, должен быть включен режим обычного действия стимулятора. Поэтому не отказывайте таким пациентам. Обычно их инструктируют после установки кардиостимулятора. Обычно аритмологи точно знают, что им делать. Поэтому просто нужно свести их, скажем так, в одном месте, встретить их. Обычно это сертифицированные центры или центры, которые выполняют такие исследования, у которых есть соответствующий врач. Или врач приезжает для того, чтобы перевести, вместе с пациентом, для того, чтобы перевести стимулятор в определенный режим действия. Поэтому помним о них, не боимся их. И это не значит, что теперь обмененные правила безопасности и всем пациентам можно без предварительной подготовки выполнять МРТ. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. И мы двигаемся дальше. Да, мы двигаемся дальше. Прежде чем продолжить, я предлагаю ответить на следующий вопрос. Пациент 30 лет, профессиональный бискетболист. Рост пациента 205 см в области груди. У пациента КГ-электрод от ранее установленного кардиостимулятора. То есть самого кардиостимулятора нет, только КГ-электрод. Нам необходимо выполнить пациенту исследование коленного сустава и напряженность аппарата 3 Тесла. Что мы с вами будем делать? Вариант номер один – мы выполним обследование. Второй вариант – откажем проведение обследования. И вариант третий – рекомендуем пройти МРТ на низкопольном томографе. А будет ли зависеть здесь правильный ответ? Спрошу я вас, хитро пришурив глаза, пока наш чат отвечает на вопросы. Будет ли зависеть ответ от того, как мы уложим пациента? То есть если мы уложим его ногами вперед для обследования коленного сустава или если мы разместим его по какой-то причине головой вперед для исследования, скажем, коленного сустава, и он у нас проедет через весь изоцентр? Ну, не так много томографов это позволяет делать. Ну, давайте представим, да. При таком росте пациента? Не будет. Коллеги, надеюсь, я дала вам достаточно подсказок. Итак, чат голосует. Еще буквально 10 секунд, и мы выведем результаты. Коллеги, напоминаю, вы можете, конечно, голосовать в чат, но гораздо лучше, если вы нажмете соответствующую кнопку, чтобы мы на всплывающем окошке на поле трансляции, чтобы мы, соответственно, видели наши результаты. Итак, пациент 2 метра ростом, у вас по правую руку стоит полутортысловый томограф, по левую руку стоит трехтысловый томограф, в подвале низкопольный, и вы можете выбрать любой из них, что вы выберете в данном случае. Давайте посмотрим на результаты голосования. Так, и я вижу, что выполнит обследование 29% нашей аудитории, порекомендует пройти расследование на низкопольном мэртомографе 44% нашей аудитории, и 27% решительно откажут от исследований этому пациенту. Хорошо, давайте попробуем вместе ответить на данный вопрос. Для того, чтобы нам оценить риски для данного пациента, нам нужно оценить воздействие каждого электромагнитного поля на имплантируемое медицинское изделие. Для удобства заполним вот такую табличку и в первую очередь оценим воздействие постоянного магнитного поля. Вопрос номер один. Находится ли имплант в зоне воздействия постоянного магнитного поля? На этот вопрос мы отвечаем положительно. Давайте посмотрим такую картинку. Мы видим, что имплант находится в зоне постоянного магнитного поля достаточно высокие значения постоянного магнитного поля и высокий градиент пространственного магнитного поля. Поэтому далее нам необходимо ответить на следующий вопрос. Из какого материала изготовлен данный имплант? ЭКГ-электроды для кардиостимулятора изготавливают из неферомагнитных материалов. Как правило, это различные сплавы титана. Это могут быть некоторые никелевые сплавы. Они заключены в полиуретановую оболочку. Поэтому с точки зрения эффектов притяжения и вращения мы понимаем, что данный имплант безопасен. Второй источник опасности – это радиочастотное магнитное поле. Мы понимаем, что материал импланта электропроводящий. Собственно, его функция в этом заключается. Давайте посмотрим, как имплант расположен относительно источника опасности. Как правило, исследование коленного сустава выполняется на приемно-передающей коленной катушке, которая сама выполняет функцию и передачи радиочастотного сигнала, и приема. Он формирует локальное мощное радиочастотное поле, но его зона воздействия достаточно далеко от груди пациентов, и мы здесь тоже не ожидаем каких-то проблем. Ну и, собственно говоря, с точки зрения переменного градиентного магнитного поля, давайте посмотрим. В этом случае мы также понимаем, что область груди пациента находится вдалеке от воздействия переменного градиентного магнитного поля. Мы говорили о том, что максимальных значений она достигает в 30-35 сантиметрах от изоцентра магнитного поля и никоим образом не дотянется до груди пациента. Поэтому, как это ни странно, мы можем вполне спокойно выполнить исследование этому пациенту. Самое важное, что выполнить именно это исследование. Если это было бы, например, исследование органов брюшной полости или сердца, то нам бы потребовали дополнительные какие-то знания о данном имплантированном медицинском изделии. Дорогие друзья, мне кажется, нам только что был потрясающий ментальный каскад продемонстрирован. Это очень здорово. Теперь вы точно понимаете, в зависимости от того, из чего сделан имплант, где он локализуется, где он будет локализоваться относительно изоцентра магнитного поля во время исследования, вы можете точно так же по трем строчкам разложить, какие риски вы или в данном случае пациент имеют при выполнении данного конкретного исследования с данным конкретным металлическим имплантом. И это просто потрясающее документальное упражнение, всем советую его делать. Это переводит вас из категории лаборант-версия 2.0, а 2.0 вы уже потому что смотрите нашу трансляцию, в версию лаборант-версия 3.0, существенно более продвинутую. Еще один вопрос вызвал просто каскад отзывов и вопросов в нашем чате, и это дентальная металлоконструкция и штифты. Александр, коротко по возможности, можем ли выполнять МР-исследование на полутора-трехстасловых системах у пациентов с дентальными металлоконструкциями? Я думаю, что большинству, конечно же, рентгенбарантов это известно. Мы совершенно спокойно можем выполнять данное исследование, не вдаваясь в подробности, из какого материала сделаны дентальные конструкции, так как сила, с которой они крепятся в кость, значительно сильнее, чем силы, возможные силы притяжения. С точки зрения эффектов нагрева, здесь мы также не ожидаем каких-либо рисков. Исследование может быть выполнено на томографии любой напряженности. Следует ли что-то относаться рентген-лаборанту, который только что вышел от стоматолога и является счастливым обладателем новеньких штифтов или других любых дентальных металлоконструкций? Нужно ли ему как-то особенно перемещаться вокруг МР-системы? Требуется ли для этого какое-то время? Как с этим быть? Да нет, не думаю, что вот в этом случае никаких ограничений и рисков не предвидится. Коллеги, когда мы говорили о дозабрительном суставе в нашем примере, мы говорили о крупном достаточно металлическом объекте. К дентальным металлоконструкциям и штифтам это не относится. Поэтому все ваши сомнения о том, как теперь передвигаться по комнате, где установлен, по кабине, где установлен МР-томограф, в этом, в общем, в определении ваших перемещений, их траектории и скорости нет большого смысла. Ну что, едем дальше? Переходим к следующему пункту. Для определения безопасности применения изделий и устройств в МР-среде была предложена классификация, согласно которой все изделия и устройства разделены на три большие группы. Это МР-безопасные, МР-условно-безопасные или МР-совместимые, и МР-небезопасные или опасные предметы и устройства, применение которых в МР-среде несет неприемлемые риски для пациентов или персонала. И если с безопасными и небезопасными предметами и устройствами все достаточно просто, то сканирование с условно-безопасными требует от персонала определенных знаний и понимания принципов работы МР-системы. Любая маркировка условно-безопасной должна сопровождаться условиями, при которых данный имплант может быть безопасно использован. Это напряженность магнитного поля, это значение САР, и это мощность градиентной системы или скорость нарастания градиента. Все имплантируемые медицинские изделия условно можно разделить на две большие группы. Это активно имплантируемые медицинские изделия, которые для своей работы требуют внешнего источника энергии, такие, например, как кардиостимуляторы. И пассивно имплантируемые медицинские изделия, которые для выполнения своей функции не требуют какой-либо внешней энергии. Собственно, о них мы с вами поговорим. И внимательное отношение персонала при проведении МРТ-исследования требует пациенты с установленными клипсами на наврезанные сосуды головного мозга, так как ранее некоторые из них изготавливались из ферромагнитных материалов. И под воздействием магнитного поля такие клипсы могли смещаться и вызвать повреждения ткани головного мозга. К сожалению, был даже сфиксирован случай гибели пациента. Вот в этой табличке представлены модели, которые содержат ферромагнитные материалы, и являются противопоказанием для проведения МРТ-исследований. Однако, насколько мне известно, в последние 20-25 лет все производимые клипсы на аневрезанные сосуды головного мозга изготавливаются из неферромагнитных и слабоферромагнитных материалов и безопасное применение в томографах как полтора, так и три Тесла. Тем не менее, я всегда рекомендую перед проведением исследований таких пациентов ознакомиться с документацией в избежание несчастных случаев. Следующий вид имплантированных медицинских изделий – это вентриклопритериальные шунты. Это устройства, которые удаляют лишнюю спинно-мозговую жидкость из головного мозга пациента. Они состоят из трех частей. Из короткого катетера, который имплантирован на желудочную систему головного мозга, длинного катетера, который выводит лишнюю жидкость в брюшную полость, и клапана, расположенного между ними. Клапан регулирует поток спинно-мозговой жидкости и различают в связи с этим непрограммируемые шунты, в которых поток жидкости не запрограммирован, и программируемые шунты, в которых поток ликвора можно неинвазивно регулировать с помощью специального магнитного программатора. Настройки программируемых шунтов в процессе выполнения МРТ-исследования могут сбиться, и поэтому таким пациентам после проведения МРТ-исследования может понадобиться консультация нейрохирурга, чтобы восстановить исходные настройки шунта. Следующий вид имплантированных медицинских изделий вызывает немало вопросов и споров среди специалистов, и прежде чем мы продолжим, я предлагаю ответить на следующий вопрос. Пациент 64-х лет с двумя перекрывающимися стентами коронарных артерий направлен на МРТ органов брюшной полости полтора Тесла. Что мы будем делать? Вариант номер один – выполним обследование. Вариант номер два – выполним обследование только спустя 6-8 недель после операции. И наш любимый вариант – рекомендуем пройти МРТ на низкопольном томографе. Давайте представим, как на низкопольном томографе будет выглядеть исследование органов брюшной полости, и подумаем еще раз о том, будем ли мы это делать. Я вспоминаю 6-8 недель, которые нам всегда говорили, как такой доброкачественный, надежный маркер, после которого все, что угодно, установленное в тело пациентов, любой металлический объект клипса, не знаю, любое свинцовое тело, попавшее в него, вражеская пуля, берется фиброзом и не смещается. Давайте подумаем, насколько это логично сработает в случае, если мы имеем дело с эндоваскулярными стендами. Все, кто работает в клинических центрах с эндоваскулярной хирургией, сейчас дадут нам правильный ответ. Коллеги, напишите вообще в чат, если кто-нибудь работает в центрах, где выполняется много эндоваскулярных и любых других сосудистых вмешательств. Как часто вам приходится отказывать пациентов, которые только что прошли то или иное хирургическое вмешательство, или вы сканируете их совершенно без проблем? Так, я вижу, что у нас идут ответы. По-прежнему некоторые слушатели пишут их нам в чат. Другие более опытные слушатели уже знают, что нужно выбирать соответствующий вариант из предложенных на всплывающем окошке. И я думаю, мы можем посмотреть на результаты. Я вижу в чате, что в основном у нас отвечают варианты номер 2. Если мы вернемся сейчас к слайду, то увидим, что вариант 2 – это выполним обследование спустя 6-8 недель после операции. Чуть меньше слушателей отвечают на бесстрашно на выполним исследования и не так много ответов номер 3 низкопольных, потому что в целом исследование брюшной полости уже лучше тогда выполнить, наверное, компьютерную томографию. Александр, какой же правильный ответ в этом случае? Ну что, хорошие ответы на самом деле. Давайте немножечко расскажу о стентах. Сосудистые стенты применяются для продержания сосудистой проходимости в самых разных сосудах. Это могут быть и крупные артерии, такие как аорты, и такие маленькие сосуды, как коронарные сосуды сердца. Материалы, из которых изготавливаются сосудистые стенты, это могут быть полимерные материалы, могут быть различные виды металлов. Чаще всего это нержавеющая стенитная сталь, которая обладает слабо ферромагнитными свойствами, сплавы кобальта, хрома и многие другие материалы, в том числе титан. Все современные стенты безопасны с точки зрения эффектов как при магнищивании, так и с точки зрения эффектов нагрева, даже для крупных стендграфтов аорты, даже для перекрывающихся стентов коронарных артерий. Также несколько устаревшей считается концепция о том, что необходимо подождать 6-8 недель после операции с целью надежного врастания стента в стенку сосудов. Многие статьи показали, что мы можем проводить сканирование непосредственно после имплантации. Поэтому здесь правильный вариант – это номер один. Прошу прощения. То есть мы не отказываем пациенту от проведения исследования и не ждем указанное время? Да, мы можем выполнить обследование. Конечно же, если мы выполним обследование спустя 6-8 недель, это тоже хороший вариант, но если пациенту срочно нужно провести обследование, конечно, мы вполне себе можем его выполнить непосредственно после операции. Спасибо большое. И у нас еще один из вопросов, который обычно часто задают в чате – это дропе. в случае, если у пациента когда-то давно в анамнезе было ранение мягких тканей дробью, и он не уверен, что полностью все ранящие его элементы были из него удалены. Можем ли мы выполнять такое исследование? Или у нас высокий риск смещения этих самых мелких дробинок? Ну, дробь, к счастью, выполнена в основном из свинца, поэтому риска смещения здесь нет, собственно, как и риска нагрева. Здесь нет... Если мы, конечно, говорим именно об охотничьей дроби, а не говорим о каких-то военных осколках, пулях, об этом я еще скажу. Что касается обычной охотничьей дроби, то здесь мы можем спокойно выполнять обследование. Что касается ретейнеров и различных брекет-систем, будут ли они деформироваться при выполнении исследования на полутора- и трехслововых системах, или самая большая наша проблема – это просто получить качественное изображение ввиду артефактов, которые они дают? Да, конечно, не будет никакой деформации проблем при сканировании. Нет. Действительно, самая важная проблема – это избавиться от артефакта, что наиболее актуально, конечно, при сканировании с брекетами. А ретейнеры, как правило, дают небольшие артефакты, и с ними, как правило, исследование получается. Если мы перекладываем это на рентген-лаборанта, в случае, если рентген-лаборанту нашему условному после имплантации тазоверного сустава, точнее, после этой операции, выполнили еще и установку брекетов, нужно ли ему применять какие-то правила безопасности по перемещению рядом с МР-системой? Вопрос такой, наверное, нет все-таки. Но если уж артефакт совсем быстро бегает или засовывает голову постоянно в магнит туда-сюда или чего-то, не знаю, тогда, может быть, что-то он может почувствовать. Но вероятность невысокая, на мой взгляд. Имейте это в виду, дорогие коллеги. Двигаемся дальше? Двигаемся дальше. Несколько слов о протезах клапанов сердца. Они могут быть выполнены как из биоматериалов, так и из металлических компонентов. Биоматериалы безопасны. Протезы, выполненные из металлических компонентов, показали незначительный эффект примагничивания, который значительно меньше тех сил, которые оказывает сердце при биении. Поэтому мы можем проводить сканирование непосредственно после имплантации. В плане нагрева тоже нет никаких проблем. Экспандеры молочных желез – это баллонообразные устройства, которые состоят из силиконовой оболочки и порта для введения физраствора. Материал порта некоторых моделей может содержать специальный неодимовый магнит для облегчения введения физраствора. Такие модели позиционируются производителем, как МР небезопасные, так как любой магнит является очень выраженным фирмогнетиком и может сдвинуться при выполнении МРТ-исследования. Модели, не содержащие фирмогнитные порты, магнитные порты являются условно безопасными. Внутриматочные устройства контрацепции, как правило, стоят либо из пластика, либо из металлов, таких как медь, реже золото, некоторые сплавы никеля. Они безопасны как с точки зрения нагрева, так и с точки зрения эффектов притяжения. К сожалению, дорогие друзья, мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда пациенткам отказывают в проведении МРТ-исследования малого таза при наличии внутриматочного контрацептива. Объясняют о тем, что будут слишком выраженные артефакты, поэтому нет смысла в выполнении такого исследования. Это не так. Внутриматочные спирали не дают выраженных артефактов, вам даже не требуется, в отличие, например, от ситуации сканирования таза у пациента с эндопротезом тазоберенного сустава, вам не требуется никак менять параметры сканирования, поэтому, пожалуйста, не отказывайте таким пациенткам в проведении исследования. Это не является противопоказанием и не ухудшит качество изображений. Еще один вопрос, точнее, сразу группа вопросов из чата, мне хочется ответить на них все, это татуировки. Есть ли зависимость от цвета татуировки? Потому что бытует мнение, что цветные татуировки более опасны, чем черно-белые или наоборот, и давности выполнения татуировки. Прокомментируйте, пожалуйста. Что касается татуировок, то действительно в литературе описаны случаи возникновения ожогов при сканировании пациентов с татуировками. Однако надо понимать, что далеко не каждая татуировка даст нагрев. В любом случае, мы ожидаем риска нагрева в той ситуации, когда она находится в зоне радиочастотного магнитного поля, особенно если татуировка будет касаться, например, стенок сканера. Поэтому здесь отказывать, конечно, пациенту ни в коем случае не нужно, просто профилактически необходимо предупредить о том, что нагрев возможен. В случае, если пациент почувствует какие-то неприятные ощущения, он может нажать грушу и прекратить исследование. Влажность кожи будет иметь какое-то значение? То есть насколько у пациента на момент исследования будет увлажнена кожа? Да, влажность кожи будет иметь значение, так как это усиливает электропроводимость. На это тоже, конечно же, стоит обратить внимание. В целом мы часто недооцениваем этот факт влажности кожи. У пациентов, у тучных пациентов, например, при исследовании молочных желез, нередко у соприхозающихся поверхностей может быть влажная кожа. И это не столько будет в данном случае противопоказанием, насколько может, например, испортить вам частотно-селективное жироподавление. Поэтому укладывая пациента, которому, возможно, опаздывал, бежал жарким летом к вам, чтобы, не дай бог, не опоздать на МР-исследовании, убедитесь в том, что зона, которую вы обследуете, будет сухой. Еще из опыта могу обратить ваше внимание, что скоро лето, и барышни, которые приходят на исследования с тальком, содержащим какие-то блестящие частицы, или с кремами, которые содержат такие мерцающие частицы, если вы планируете исследовать эту область, например, сустав, то убедитесь, что вы эти частицы и этот крем или тальк удалили, потому что вы удивитесь, какие артефакты вы увидите на частотно-селективном жироподавлении. На это есть смысл обращать внимание, хоть это не будет противопоказанием. Еще один вопрос о состоянии после стернотомии. Можем ли мы выполнять исследование, если да, то в какие сроки? Да, исследование можем выполнять. Можно выполнять исследование непосредственно после операции, так как проволока, которой сшивает грудину, она крайне надежно зафиксирована в костной ткани, и материалы, обычно из которых делают швы не ферромагнитные, либо слабо ферромагнитные, с точки зрения эффектов нагрева, тоже многочисленные исследования не показали каких-либо проблем. Еще несколько комментариев было относительно стружки или других металлических объектов у пациентов, которые в силу своей работы или хобби слесарничают, и иногда не уверены, попала ли конкретно стружка в глаз, или она расположена где-то в мягких тканях, в параорбитальной клетчатке. Как быть в этом случае? Насколько безопасным является проведение расследования в таком контексте? Ну, у меня будет отдельный слайд, посвященный этому. Дождемся слайда, дорогие друзья. Я справляюсь со своей функцией отслеживания вопросов. Мы поговорим о том чуть позже. Следующий вид имплантированных медицинских изделий, который вызывает немало тоже разногласий и споров среди коллег, как это различные виды ортопедических изделий. Материалы, из которых изготавливают ортопедические изделия, это обычно три типа материалов – пластик, керамика и различные виды металлических сплавов. Пластика, керамика безопасны, а металлические сплавы, из которых изготавливаются современные ортопедические изделия, это, как правило, нержавеющие астенитные стали, это очень часто сплав кобальта, хрома, молибдена, довольно часто сплавы титана. Все эти материалы являются либо неферомагнитными, либо слабоферомагнитными. Ранее некоторые модели винтов и пластин изготавливались из феромагнитных материалов, однако здесь мы тоже не испытываем больших беспокойств, так как они надёжно зафиксированы в костной ткани и возможны силы притяжения меньше, чем силы, которые удерживают их в костной ткани. Крупные эндопротезы, особенно тазобедренные, могут быть подвержены нагреву, в том числе и градиентному нагреву. В целом анализ литературы говорит о том, что каких-то клинически значимых уровней нагрева при этом не достигается. Однако я рекомендую всегда перед началом исследования предупредить пациента об возможном излишнем нагреве, в случае чего подать сигнал, и проводить сканирование, конечно же, в нормальном режиме САР, во избежание излишнего нагрева. Сосудистые порты для инфузии состоят, как правило, из материалов таких, как силикон, может в их состав присутствовать пластик, различные виды нержавеющих стали, титан. Все они безопасны как с точки зрения нагрева, так и с точки зрения примагнищивания, вплоть до томографов напряженностью 3 Тесла. Ну и, собственно, несколько слов об инородных телах. И в первую очередь, конечно же, мы остановимся на металлических фрагментах в области орбит. В 1985 году был зафиксирован случай потери зрения пациента при прохождении МРТ-исследования напряженностью всего лишь 0,35 Тесла. Поэтому для избежания таких ситуаций рекомендуется, чтобы в анкете по БМР-безопасности всегда был вопрос о наличии металлических фрагментов в области орбит. Если пациент положительно отвечает на данный вопрос, то рекомендуется провести рентген орбиты. В случае, если мы действительно видим осколок, то исследование такому пациенту, конечно же, противопоказано. Что касается другой локализации, а также различных пуль, осколок, осколков, то здесь, конечно же, основная угроза – это эффекты примагничивания, так как обычно такие объекты имеют небольшие размеры и им не свойственный нагрев. И основная концепция заключается в том, что пока мы не знаем, из какого материала изготовлен данный осколок, мы априори должны считать его ферромагнитным. Степень, возможность примагничивания будет зависеть от размера данного объекта, от его формы. Чем более вытянутый объект, тем больше возможен эффект вращения, а также от его локализации. При локализации в условно более мягких тканях, таких как печень, селезенка, головной мозг, риск смещения гораздо выше, чем при локализации, например, в костной ткани. Ну и здесь, конечно, уместен срок, который прошел с момента инцидента, и действительно рекомендуется проводить сканирование спустя 6-8 недель, чтобы фрагмента достаточно плотно оброс соединительной фиброзной ткани, препятствующей смещению. Ну и в любом случае решение о возможности сканирования принимается на основании всех этих факторов и возможности применения каких-то альтернативных методик. Собственно, все. Я бы хотел в заключении остановиться на том, что при сканировании обязательно учитывайте пространственное распределение электромагнитных полей. И я всегда рекомендую с пациента убрать все, что мы можем снять, что несет потенциальную угрозу. Например, ювелирные украшения, которые, я знаю, большинство лаборантов не снимают, хотя они способны также к нагреву. Снять одежду, содержащую металл, одежду, содержащую карман, потому что рано или поздно какой-нибудь пациент забудет монету, ключ, что-то такое. Большинство условно совместимых имплантов рекомендуется проводить сканирование в нормальном режиме САР, чтобы избежать лишнего нагрева. Информацию об опланированном медицинском изделии проще всего получить на сайте производителя данного изделия. А также можно воспользоваться специализированными сайтами, например, mrisafety.com. Александр, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о том, что нужно снять с пациента все, что можно снять. Теперь давайте представим пациента, который часто посещает салоны пирсинга и обладает большим количеством украшений. И мы понимаем, что если мы сейчас попросим снять с него все, что на нем есть, то это займет, скорее всего, полчаса времени, и мы просто опоздаем, у нас будет задержка по времени, сдвиг, в общем, то, чего не хочет ни один лаборант, работающий с МР-системой. Как быть в этом случае? Ну, в такой ситуации, если не получается у пациента снять пирсинг, по крайней мере, подстрахуетесь лейкопластырем, можно всегда заклеить пирсинг, чтобы избежать смещения, чтобы минимизировать риск нагрева, можно положить какой-нибудь лед, сухой лед, например. Хотя такие ситуации, конечно же, бывают не так часто. Сейчас в чате как раз один из рентген-лаборантов, обладатель внушительной татуировки, делилась опытом о том, что в первое время у нее были какие-то ощущения, когда она подходила к магниту, и она взяла себе за правило фиксировать повязку со льдом у пациентов, у которых недавно были выполнены татуировки. Мне кажется, это в том числе такой жест внимания, что ли, по отношению к пациенту, который, возможно, он оценит. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Как вы обучаете рентген-лаборантов в подведомственных вас отделениях, в вам отделениях? То есть, когда приходит новичок, у вас есть какой-то специальный мануал, какой-то разработанный для вашего конкретного отделения нормативно-правовой акт, просто перечень чего-то в анкете. Несколько слов о том, как выстроено в вашей клинике обучение. Ну, перед началом обучения любого лаборанта я провожу вводный инструктаж, собственно, полностью на тему МР-безопасности, не только связанную с имплантами, но и вообще с функционированием МР-системы, которые подробно рассказывают о возможных рисках при проведении МРТ-исследования. Также, конечно же, есть презентации, которые всегда можно посмотреть, и записи примерно в таком ключе. Когда пациент записывается на исследование, на момент записи у него уточняются какие-то моменты, или он уже, приходя в центр, получает анкету, где отвечает стандартно на вопросы о том, какие операции у него были, есть ли у него какие-то МР-совместимы, точнее, есть ли у него какие-то металлические импланты? Ну, как правило, пациенты в последнее время, они уже сами знают, что МРТ приспоказано при определенных имплантах, и предупреждают в колл-центр о наличии какого-либо имплантированного медицинского изделия. Если есть действительно какие-то сомнения у администраторов, которые записывают на исследование, они всегда могут связываться, например, со мной, и я их могу проконсультировать. В случае, если пациент не дает никакой информации, то уже действительно на ресепшене он заполняет анкету, в которой указывает возможные какие-то имплантированные медицинские изделия. Ну и, конечно же, в любом случае, перед началом обследования лаборант всегда дублирует, всегда переспрашивает пациента о том, есть ли у него какие-то имплантированные медицинские изделия, особенно электронные имплантированные медицинские изделия. Мне кажется, это очень удобная практика. Чем нервничать и терять время, когда пациент уже пришел в центр на исследование, у вас выходит отведенный на него таймслот, вы понимаете, что сейчас будет опоздание, гораздо удобнее, чтобы на момент записи пациент уже обозначил наличие у него. То есть для этого ему нужно задать специфический вопрос при записи, чтобы он уже обозначил наличие у него тальвой или иного импланта, чтобы вы могли заранее, возможно, пригласить его пораньше, если вам нужно узнать что-то о том, какое изделие было имплантировано, заручиться поддержкой врача, убедиться, что врач в это время будет, и у вас будет время поговорить и выяснить, возможно ли проведение то или иное МР-исследование. У нас есть еще два наболевших вопроса. На некоторые из них мы уже отвечали, но, по всей веримости, наши коллеги присоединились чуть попозже, и я бы хотела акцентировать на это внимание. Итак, состояние после металлоостеосинтеза, непонятные пластины, непонятные, из чего сделаны, можно делать МР-исследование или нет. Скажем, тоже сегмент конечностей, где мы этот металлоостеосинтез и имеем. Если у нас нет документации, то, во-первых, мы спросим пациента, когда был проведен металлоостеосинтез. Если это было очень давно, тогда мы можем что-то подозревать, что материал импланта может быть феромагнитным. К такому пациенту мы будем относиться более настороженно. Я бы не стал отказывать в проведении исследования. Перед непосредственным исследованием можно аккуратно подвести пациента, например, к тоннелю, дабы узнать, чувствует ли он какие-то неприятные ощущения. Если имплант был установлен не так давно, то, вероятнее всего, он изготовлен из слабоферомагнитного или неферомагнитного материала. Но, тем не менее, наверное, подождать 6-8 недель после имплантации все же стоит, чтобы уже как бы гарантировать, что он никуда не сместится. Примерно вот в таком ключе. Как быть с искусственными хрусталиками? Очень много вопросов на эту тему было в чате. С искусственными хрусталиками никаких проблем нет. Можно спокойно проводить исследования. Сейчас уже начали закольцовываться вопросы. Порт-системы, импланты. Дорогие друзья, мы об этом только что подробно говорили. И, собственно, если вы хотите пересмотреть материалы этой лекции, этой видеопрезентации, мне кажется, это лучше сделать не один раз с карандашом в руке и некоторые моменты законспектировать, то вы знаете, что под окошком трансляции, под нашим чатом есть кнопка «Приобрести записи». В общем, вы знаете, что делать. Друзья, я жду от вас идей для российского диагностического саммита. Там будет целый трек для рентген-лаборантов. Он будет также достаточно интерактивным. Все, как вы любите. Напишите, пожалуйста, свои мысли и идеи либо сегодня, либо завтра в чат, либо вы знаете, где искать наши контакты. Эта информация также есть на окошке трансляции. И еще буквально несколько вопросов, которые я хотела бы адресовать Александру. Они связаны уже не столько с безопасностью, сколько с подготовкой протоколов. Мы все знаем, как много артефактов, как много сложностей могут привнести в исследование наличие любого металлического объекта в зоне сканирования. Скажите, пожалуйста, заготавливаете ли вы специальные протоколы? Например, условно, МРТ-предстательные железы, стандартный протокол и протокол на случай наличия у пациента импланта от изверенного сустава. Или в вашей клинике принято, что лаборант сам предпринимает некоторые действия для того, чтобы минимизировать артефакты? Да, я стараюсь, заготавливаю такие протоколы. Не всегда, не на все виды обследования они, к сожалению, есть. Но для, например, предстательной железы в том числе мы, например, можем использовать диффузию не с частотно-селективным жироподавлением, а на основе инверсии восстановления. Что касается, например, суставов, то в этой ситуации мы можем использовать протоколы с высоким показателем полосы пропускания, High Band VIF или ВАРП. Если у кого везет, то есть лицензия СИМАК, это еще более продвинутый протокол. То есть, конечно же... Вот СИМАК только для больших имплантов или для маленьких, для малышей тоже есть смысл его использовать? К сожалению, опыта не очень много. Пока могу ответить только для больших. Для больших имплантов он отлично работает. Да, для малых. Просто не тратьте время, потому что, когда есть какой-то небольшой объект, то просто это не будет того стоить. Это достаточно длинное протоколы исследования. И в случае, когда мы имеем эндопротез коленного сустава, какую-то крупную массивную металлоконструкцию, эндопротез тазоберетного сустава, это будет того стоить. Иначе это не стоит овчинка выделки. Итак, мы проговорили о том, что частотно-селективное жироподавление на диффузии мы меняем на инверсию восстановления. На суставы позвоночника мы применяем протоколы High Band VIF, либо СИМАК, если есть что-то. Варп, Марс у разных производителей они называются. Если мы, например, выполняем на ту же простату динамическое контрастирование, которое обычно идет с жироподавлением, вы в данном случае уже не можем поставить стир, как на диффузию? Как быть? Ну, мы можем просто тогда не делать жироподавления, воспользоваться субтракцией. Это всегда очень хорошая мысль. Когда вы, кстати, хотите сократить время для последовательности, тоже имейте ее в виду. В отношении 3D-последовательности, 2D-последовательности, насколько использование 3D-последовательности позволит нам минимизировать артефакты от металла? Не очень большой опыт с этим, но, на мой взгляд, не позволяет минимизировать. Тем более, что большинство, наверное, градиентных последовательностей, которые мы чаще применяем, это градиентные... Большинство 3D-последовательностей это градиентные последовательности, они, конечно же, более восприимчивы к артефактам от металла. Все-таки здесь 2D-протоколы, наверное, более актуальны. Спасибо большое. Я вижу, что в чате очень много благодарностей. Давайте, пожалуйста, шквал цифровых аплодисментов. Александр специально приехал к нам в студию из Нижнего Новгорода для того, чтобы у вас была красивая картинка, чтобы я могла забомбить его вопросами от вашего имени и получить на них ответы. Пока цифровые аплодисменты льются в чат, я расскажу вам, что завтра и послезавтра в каждом из залов вас ждут потрясающие сессии. Даже если вы думаете, вот я рентген-лаборант, стоит ли мне ходить или нет, ведь баллы НМО по моей специальности, скорее всего, мне не дадут. Друзья, там будет интересно. Вы узнаете много и относительно протоколов исследования, и относительно того, в каком контексте, как составлять план лучевого обследования пациента. Это вам пригодится и в контексте своих, даже не пациентов, пускай и родных, себя существенно расширить. Рентген-лаборанты, которые пишут классные комментарии, дают замечательные советы, делятся опытом в нашем чате. Вы не только специалисты, вы еще и должны быть практически физиками, потому что вспомните вот эту ментальную схему, которую показывал Александр. Вам нужно комбинировать теперь так, хорошо, вот здесь будет движущая сила, здесь будет вращающая сила, а вот это я могу или нет. Вы должны быть психологами, потому что именно вы, а не врачи-рентгенологи, разговариваете с пациентом и налаживаете коммуникацию на всех уровнях. Такой просто многорукий специалист разных профилей. Мы вами очень гордимся, с вами счастье и радость работать. Когда вы придете завтра или послезавтра в свой кабинет, улыбнитесь своему рентгенологу. А товарищи рентгенологи, улыбнитесь своему рентген-лаборанту. Это ваш самый важный друг, соратник и человек, который всегда вас защитит и поддержит. Мы за коллаборацию, мы за работу в команде. Встретимся с вами завтра. Меня зовут Рафименко Ирина, я программный директор МРОРОР. И мы делали все для того, чтобы следующие два дня прошли просто невероятно круто в нашей компании. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова